Ребят, посмотрите, пожалуйста, на Warcraft 3.info, что у них там по статье. 60 на 40, скорее всего, в пользу Фогича должно быть приблизительно. Каширский код, привет всем. Мы получаем сейчас удовольствие. Ребят, ставки на букмекерских конторах ни в какое сравнение не идут в спорах между двумя эльфами, понимаете? Мы это делаем для того, чтобы обострить восприятие, не используя наркотики. Поэтому это очень здоровая тема, я считаю. Так что не надо. О, азартный Михаил, куда же? Вот этих вот не надо тем. Да, да, да. Это ужас просто. Слушай, 50 на 50 у них стата, 49 на 51. Ну что, я считаю, тут как бы можно поставить и тебе такую же ставку какую-нибудь, предлагай какую, на Ла Ла Ла, это я попробую поддержать, если вытащу, конечно. Надо сейчас подумать. Надо подумать, крепко подумать. Бо 5, Соник. Надо подумать, есть минуты. Я, если бы вот здесь немножко предыдущий спор обсуждал, я хотя бы думал, что мне закинут хотя бы процентов 20 от того, что я проспорил, чтобы еще было поспорить хоть на что-то с тобой на следующее. Я сейчас еще недавно, ну, прохожу, пытаюсь пройти лечение, понять, что у меня болит, поэтому, ну, лишних как бы поспорить, но я сейчас думаю. И получилось так, что, ну, где-то процентов 10 закинули от пробежного, это немножко такое, знаешь. Да, нормально, нормально. Ну, считай, что закинуто, хорошо, закинуто. Ну, считай, что оно есть. Я не буду сейчас лезть и редактировать, потому что это не очень секьюрно. Вот, но мы можем на самом деле сделать какую-нибудь гибкую ставку, чтобы у нас же серия большая. Нет, Миша, мы можем поступить так. Либо ты делаешь на плеера А, я делаю на плеера В, и другого плана у нас нету. Мы все до конца. Откуда ты знаешь, что у нас плана другого нет? У тебя может есть, у меня как бы нет. Ну, окей, хорошо, допустим. Ты хотел поставить бы на фоге, да? Ну, мне приятно за него и болеть, и чтобы ставка, потому что у меня будет тогда раздвоение внутри. То есть, с одной стороны, хочется и по ставке победить, и за фоге еще затопить. Это дуализм получается такой. Конфликт есть внутренний. Специалист по холодным звонкам называется, да? Надо думать, надо думать. Да не торопись, можем и не спорить в целом. Я не настаиваю. Да не, ну, так бывает раз в неделю, как говорится. Знаешь, и свое хотелось бы попробовать отбить. Но, наверное, мне остается 38 секунд, плюс там еще, возможно, какие перерывы. Ты вообще, как ты предполагаешь, если выиграет фоге твоя чуйка, то с каким счетом уловли это? Ой, мне кажется, что нулевки не будет в любом случае, потому что Мирор дико непредсказуемый. И учитывая 50-50 процентов, там, скорее всего, будет 3-1-3-2. 3-1-3-2 в пользу фоге, да? Ну, я надеюсь, я уже как бы за него начинаю потихонечку подтапливать. Блин, как же, какой же ты состоятельный, что готов каждую недельку по тридцатке ставить вообще? Это кто такое сказал? Это, ну, кто-то в чате, но я так добавил еще немножечко от себя. От себя тинки. Нет, это такое. Я лично своей сказал... Нет, почему, извиняюсь, почему предыдущая типа ставка, уже неинтересно ставить меньше, чем предыдущие последние просто. Все-таки финал бы, как бы, если сам финал бы был, Dreamhack'а. Можно позвать свою, поконсультировать. Ты знаешь, что у меня там еще немножко осталось на счету, как говорится. Так, но она разбирается в Варкрафте или она просто тебя будет тормозить? Либо скажет да, либо нет. Понимаете, какие вообще очень вещи, тем более. В наше время это надо... Говорят, что не ведись, тут фоги выиграют, все пишут. Я не вижу таких сообщений вообще в чате. Говорят, что в этот раз я должен на фоги поставить. На самом деле, я чувствую, что Лавлиет затащит. Просто как это можно подтвердить? Найти бы человека, который тебе подтвердит это сейчас. Подтвердит это сейчас. Итак, мы видим тот Ремо Демо. Да-да-да-да, еще думаем, да, Миша? Еще есть время подумать. Да, конечно, слушай, до начала старта катки как минимум вообще не парься. Сейчас проверю, у меня локальная запись делается уже или нет. Не торопись, не торопись. А можно ничего не делать, можем просто покомментить. Не обязательно же нам упарываться в какие-то сумасшедшие деньги, которых у нас нет. Не забудут просто, ребята. Один раз живем. Итак, бесплатно. У Миши реклама, знаете, сколько стоит? Похлеще, чем у... Сами знаете кого. Так, интересно, интересно. На фоги, да? На Лавлиета. Да, я вообще, я в опале буду. Если, получается, я ставлю на Лавлиета, Лавлиет выиграть, то меня весь чатик ненавидеть будет. Если, получается... Победители не судят. Победители не судят. Победители не судят. Неделю или две писали после этого. Да? Вот собаки, а. Люди поделились на несколько людей. Некоторые говорили, что вы с Майкером занимаетесь хренью. Это все неправда. Второе, отдай ему ставку. Третье... Третье говорили, давай еще. Четвертое говорит, ну как там, лузер. Это ужас. Да, как же подгорело ты у товарищей. Нет, ну, друзья, смотрите, еще разок. Нет, хотел добавить, и появилась пятая еще часть людей, которые там... Ну, их очень мало было, говорит. Очень круто было, они говорили. Да, да, да. Мне кажется, таких большинство... Хотим еще повторить, потому что адреналин он такой. Да, да, да. Мне кажется, судя по комментариям в записи на Ютубе, таких было большинство. Ну, и таких большинство, может быть, не те, кто писали тебе, потому что сам факт того, что к тебе человек приходит и начинает в чатик писать, «А ты вернул Майкер деньги, выплатил?» Это не очень адекватное поведение, на мой взгляд. То есть, скорее всего, те люди, которые поняли, что произошло, они как бы никому не ходили и ничего не писали. Они просто покайфовали вместе с нами, и все, и пошли своими делами заниматься. Вот. Ну, чего, у нас 50 на 50, смотри на карте. В смысле, на картинке, прям четко, прям четко. Два года разницы очень удивительно. Два года разницы, в принципе, лавлиет. Офигеть. А лавлиет. И у них еще win versus open in trace 57%, то есть у них одинаковая стата против эльфов в целом. Они как братья-близнецы. Так и есть, так. Привет, да, всем, друзья, привет. Да-да-да, думай, ничего страшного. Пока ты думаешь, я повторю большевую. Ничего, дед нам еще минуточки. Да, бери сколько хочешь. Главное, чтобы не после того, как Ла Лайт выиграет, и ты скажешь, я оставлю на Ла Лайт. До заказа героев можешь, в общем-то, первых вот как-то. Что? Ты мог подумать, что я так мог сделать? Ну, вообще, прям обидка была. Ты можешь все. Я не ограничиваю твои возможности. Короче, всем большой привет чатикам. Сейчас, наверное, через минутку аспирант еще пару раз по 50, если сможет, я надеюсь, разыграет подписок на GoodGames чате на GG+. Пользуйтесь с такой возможностью. Я знаю, что у нас много товарищей смотрят трансляцию на Ютубе. Хороший повод прийти на GG. У нас простая регистрация в чатике. И влиться в нашу замечательную комьюнити, плюс еще получить такую полухалявочку. Поэтому через пару минут одну до игры, второй раз после. Окей? Да, спирант, хорошо, как скажешь. В этом матче будет гораздо интереснее нам наблюдать, потому что, на мой взгляд, как мы видим уже сейчас, вряд ли Фогичу удастся убить Ла Лайта со счетом 3-0, так же, как сделал это Хэппи в прошлом матче против Фокуса. Ожидали там интригу, но сложно повторить такую доминацию. Ну, мне кажется. Вот. Но я буду болеть за Фоги в любом случае. С нами комментирует Соник. Это профессиональный игрок Warcraft. Он, кстати, убивал Фоги. Очень часто. И наверняка мочил даже Ла Лайта. Ты же убивал Ла Лайта? Ну, всем легендарное, все помнят. Амейзинг, это когда... А, Димон Хантер. Но это легендарный момент. То есть он знает этих людей очень хорошо, не понаслышке. И может сделать адекватный прогноз на этот матч. Посмотрим, что будет. Хакалапсис говорит, не надо с ним играть. Дождь, дождь. Пожалуйста, не надо с ним на деньги играть. Незачем поддерживать игровую зависимость. Тем более, он, мягко говоря, не богат, со здоровьем не очень. В смысле? Во-первых, с чего ты взял, что я богат? Ты видишь вообще? Что тебе показать на... Показать... Ну ладно, телефон за 20 тысяч, окей. Покат, X3. Могу показать тебе паспорт. Могу показать тебе кнопку ГГ на столе. Отвертка. С чего ты решил, что я богаче Соника? У меня пустая от Сникерса обертка. Как ты вообще решил, что... И какая игровая зависимость? У меня чашка. У меня пустая чашка без воды. У меня чашка с водой. Без воды пустая. У меня без воды. Тоже без воды, смотри. Ой, ладно, вылил немножко. Немножко ржавая, и нету даже за что ее брать. Знаешь, там должна быть ручка, у меня нет. Не, у меня с ручкой. В этом плане я, конечно, переплюнул тебя. Подожди, что еще у меня есть? У меня есть удостоверение, что я электрик. Что еще у меня есть? Господи, ну как? С чего вот ты решил, что... Я к своей пришел и рассказал о споре только когда выиграл. Понимаешь? Ребята, у Миши есть кот, он уже богаче всех нас. У меня нету кота. У меня были крысы когда-то. Это вот, кстати, зря. Котана надо брать. Брать, прививать и все. И он сделает твою жизнь лучше. Потому что ты будешь к нему хорошо относиться, и кот будет относиться к тебе еще лучше. И никто не говорит, что это как бы да. Вот. Ну так вот, начинается. Фоги. Фоги Андрей Корень, Лавлиет. Как его сомнение? У тебя есть челлендж, который еще надо затащить. Ну, если я затащу челлендж, то, конечно, да. Да, что, что, что? Челлендж есть, а ты стримишь. Вот нельзя так. Нельзя так. Нельзя так. Так сейчас и минуточку. Последнее раздумываешь. Можно не ставить. Есть всегда опция не ставить. Ты действительно не обязан это делать. Ну, как бы да, но хочется отбить старое, как говорится, и помянуть будущее. Или наоборот, помянуть старое и влить в хорошее, поднять в будущем. Да, мы все хотим как лучше. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, а всегда получается, как получается. Есть факты, они зависящие от нас. Ты точно уверен, что Фоги затащат, да? Нет, я просто хочу за него поболеть. Я не уверен, что он затащит. Но мне будет приятнее за него болеть, когда на нем будет ставка. Ставка. Долго они думают, что-то рассказывают. Мы тоже долго думаем. Последнее раз у нас зашло очень-не очень. Чадик волнуется, мы все с чадиком. О, за Фоги 77 смотрели. 7,23. Ну, это на Твичовском пуле там. Кстати, мы можем повторить такое же голосование, хотя там это будет не очень репрезентативно. потому что многие будут голосовать так, чтобы соответствовать. Хотя они не будут видеть какое-то время. Да, давайте за такое же голосование бахнем в чате. Ребята, подбадривай. Ребята, в чатике, в чатике есть голосование. Голосуйте, друзья. Мы посмотрим на альтернативный вариант голосования. Голосование. Голосование. Ну что, 15 на лавлиета. 15 на лавлиета? Да. Хорош, спасибо большое. Ставка принята, ставок больше нет. Погнали. Погнали. На англоязычной трансляции 5800 зрителей. У нас, я не знаю, на ГГ сколько, наверняка чуть побольше тысяч. На ютубе было 2700. 2200 только в чате у нас на ГГ. То есть, мы, в принципе, где-то 4... О, блин, давай! О, блин, давай! О, блин, нет! Сделаем этот вечер ярче. Ну что, пятнашка? Спаси меня, давай, это еб... Фогги, Фогги, Фогги. Фогги, Фогги, Фогги. Фогги, ты можешь. Я знаю, что ты можешь, Фогги, давай. Просто, просто... Нет, может больше, я чувствую. А... В Варкрафте ты имеешь в виду или нет? Конечно, а ты что, про что имеешь в виду? Ну, я по поводу Варкрафта просто не уверен. Демон, Хантер, Улалиты, а у нас Спатма. На-на! Сразу Контерпик. Более агрессивная игра. Возможность застраивать. Медведями тебя! Медведями тебя! Ми-ми-ми-ми-ми! Ми-ми-ми! Давай! Слушай, до тебя... Приходи! До тебя был Лёша, он был чуть-чуть более сдержанным. Но ещё немножко вот надрыва, и ты его переплюнешь. Нет, всё, оно глушит очень плохо. Я смотрел, невыгодно кричать у тебя на стриме. Я думал отдавать всю энергетику, левое сердце, правую-правую почку, как говорится. Лёгкие остроты ощущений, но у тебя глушит микрофон, и звук просто ужасен. Надо же делать какие-то выводы. Слушай, но этот звук не только у меня очень ужасен. Этот звук ужасен везде, где есть микрофон и вот... Ну, в смысле, твой микрофон. Надо его заменить. Нет, микрофон у меня очень хороший, на самом деле. Серьёзно? Да, конечно. А может, ты там усиление уберёшь, и тогда не будет... У тебя гарнитурный микрофон или какой? Нет. Какой? Ровно всё стоит. О! О-о-о, полегче. Где он стоит у тебя? Да нету веселения нигде. Ну, сейчас я посмотрю. Ну, уже он просит отличить, два, 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 показать в чате. И всё ровно. А он, может, не в ту сторону у тебя направлен просто? Что это за микрофон, скажи? Он очень ровно всё поставил. А какой? 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 Он отдельно куплен. А, свепки? И у меня... Нет, не свепки. У меня до этого вообще был Blue Yeti микрофон. Так. А почему сейчас такая хрень у тебя творится со звуком? Нет. Потом я поменял и выяснил, что тот, что есть у меня сейчас, он намного комфортнее и по диалогу по... По общению этот лучше, чем Blue Yeti даже. Хотя Blue Yeti это очень популярный микрофон. Так, хорошо. Кстати, если кому-то Blue Yeti есть, у меня он лежит, теперь он одиноко грустный. Да, Манханта, по-моему. Ну, после стрима мы с тобой можем созвониться, и я попробую поднастроить тебе немножечко микрофон, потому что если он хороший, то что-то, что-то не так. Но это уже в следующий раз. Ну, не сдерживай себя, пожалуйста. Ты отлично эмоции выражаешь. И я видел, что есть некоторые товарищи, которые не привыкли слушать комментарии какие-то другие, они привыкли к этому Майкеру, который там... Но большинству понравилось прошлое комментирование, и, пожалуйста, не это самое, не пытайся что-то как-то себя сдерживать. Будь собой. Ну, есть практика какая-то, конечно бы. Если бы большинству понравилось, то мы бы сидели сегодня целый день, а так ты понимаешь, что я считаю, что изменил меня с другим. Как я должен на это реагировать? Ну, я уже говорил, что как бы иногда Соника бывает слишком много. То есть вот ты с этим живёшь, а... Я чувствую, что могу сойти с ума, если мы с тобой будем комментировать каждый день. Поэтому... Ну и в конце концов, измена с Алексеем, он же хозяин. Ты понимаешь, что ты ставишь меня в очень неловкое положение? У него пять котов. А у тебя сколько котов? У мужчины пять котов? У мужика пять котов. У мужика пять котов? Ой-ой-ой, блин, у меня что-то экспант отменили у Фогича. Ты котов называешь женщиной или просто я не пойму, как у мужчины может быть котов? Я не знаю ни одного мужчины, у которого пять котов просто. У меня три, у Лёши пять, знакомься. Давай останемся, останемся без котов, вернёмся в игру, я просто... А здесь тоже коты, ты от котов не уйдёшь, это как от судьбы. Это хантерки, это хантерки, если что. Ну а на чём они прыгают? На чём они? Под чем они? Да-да-да. Миша, ты знаешь, под чем они? Я не знаю, я не думал, что они могут быть под чем-то. Ну, кошачья мята, валерьянка, коты очень часто находятся в изменённом состоянии. Ой-ой-ой, поджим, посмотри. Ой, опасный момент, струкарчи! Блин, ну если серьёзно к игре, то уже у Фоги беда, потому что ему отменили базу строящуюся. Да, это опасный момент, видишь, как бы. А ты и радовался, что жрица здесь. Надо быть холодный ум и острое ухо. И ледяной стержень, как говорится. Ну, барак, вот я не знаю, опасно выводить барак вообще вперёд, когда ты видишь жрицу. Потому что база у тебя остаётся голенькая. Это очень важно. У него такое количество ворчей, что ему вообще не страшно. Там то ли 7, то ли 8, ты видел? А коты были с одного барака, это не масс коты, он об этом тоже знает. Но он особо в базу не выбегал, учитывая, что это такая карта есть. И барак ставится бывает на лагере наёмников. Да, да, да. Поэтому там он не мог видеть его, грубо говоря. И опять снова база, видишь, он изменяет, идёт, обходит, причём очень интересно. Фоги видит это, виспом телепортируется, идёт на лом сейчас. Если Дарка, вот чем опасно жрица, не отбивается от такого масса, по которой резко не переходит медведи тем, что Дарка потом очень жёстко убивает арчей, и появляется очень много скелетов. Такая опасная битва, видишь? Сейчас будет, наверное, грубейшая ошибка от Лавлиета. Одна пошла, вторая пошла. Ееее! Зачем он пришёл сюда без второго героя? Соло Дима вообще пришёл и ушёл. Плохо. Ещё сделал ЛТП, 350 голды. Даааааа... Я бы всё понял, что Соник поставил на него, поэтому он проиграл. Ну, это очень плохо. Глупейшая ошибка от Лавлиета. Тут, как смотреть на разные события, видишь? Миш, ну как не крути, база и два здания для Дариат лучше, чем нет отсутствия базы и отсутствия двух зданий для Дариат. Да я больше про то, что тебе плохо, мне хорошо. Как бы жизнь такая получается. Нет, жизнь она прекрасна, ты всегда понимаешь. Люди всегда интересные, кстати, очень интересные. Соглашусь. Надо поработать в пятерочке, чтобы поближе познакомиться с разными людьми. Да, тогда ты ощутишь всю вкусовую гамму людей, а не именно жизни. А жизнь у тебя всегда рядом, потому что у тебя есть три кота. Не у каждого есть три кота. Да. Как-то он резко, второе здание только ставить. Хотя он вышел резко в Т3, ничто он будет делать. Будет шестого Демона Хантера набивать. Мне казалось, что он хотел пропушить с ранними медведями, но вот этот приход на Экспанд, который типа был призван выиграть какое-то время, он вообще был не в тему. Не в тему. Ну, он зря отошел, он увидел, что Экспанд, он должен был понимать Лавлиет, что там будет опять снова попытка заложить еще один Экспанд. Он просто подвел всех арчей, пришел, слил две арчи, сделал ТП. Но он знал, что там Эксп, он пришел арчами добиваться чего-то. Да, да, и зачем он уходил Демоном Хантером, когда нужно было купить просто Стаффик, прийти снова убить и снова просто не противоваться. Ты прав, ты прав, ты прав. Сори, сори. Я понял о чем. Бесполезный мув. Не знаю, может он хотел так, может не проснулся, все-таки кореец. Но нам не осуждать, потому что мы, я не знаю как вы, я лишь диванный аналитик, который стримит из своей сидушки, как говорится. Который обоих катал, обоих катал ты этих игроков. Простой диванный каток. Ты же выигрывал и того и другого, и неоднократно причем. Не, ну на лан так говорится, знаешь, к сожалению, на ланов у меня не так много успехов. Иногда мне это коробит, иногда даже не дает спать. Но тем не менее, надо не останавливаться и верить, что все выйдет. Жизнь утверждающий. Красава. Но при этом хочу добавить, говорят, что Деймхак этот последний в этом году, не знаю как они меняют мнение, как их проводят. Но ESL Cup в воде больше не будет, если я все правильно понял. Мне немножко это бесит, его угнетает, но радует то, что WC3 Champions очень жестко развивается. Идет атака. Миша, если ты заметил, лимит у них равный. Что очень странно. Ой, поджимают сзади. А для чего он пришел в магазин крипить? Что ему нужно в магазине, как ты думаешь? Мне кажется, просто потерять время и не идти в пуш, либо в товараж. Возможно, он знает, что чтобы идти в финальный бой, почему крипится магазин? Потому что ты набиваешь 5 левел. Миша, если ты набиваешь 5 левел, ты очень быстро, а есть вероятность, что получишь 6. Вот почему Фоги выпустил Жрецу вперед, это, конечно, для меня непонятно. А он качается, ему сейчас по максимальному Лавлиету надо все закачать, набить 5 левел и идти в финальный раз, чтобы взять 6. И когда в лимите Фоги будет происходить Лавлиета, он просто Лавлиет возьмет Демона Хантера и снесет ему полбазы. Это лично мое мнение. Оно не является, правда, последней инстанцией. Но, тем не менее, видишь, лимит есть, Фоги слил он, грубо говоря, остался, посмотри, с двумя хантами и две диады. И он выпустил Жрецу очень вперед, она с ним познакомилась. И вот он катый левел, о чем я говорил. Да ладно! Ну а зачем так отдаваться Фоги, что здесь было в таком моменте, как ты думаешь? Ну, я понимаю, что он не принял решение, типа, пойду отдамся, но... Смотри, я хочу тебе сказать, я не имею права из-за другого человека додумывать это. Если ты узнаешь, если он тебя пригласит, ты сразу скажут, почему он поступил именно так, как он поступил. Но мое мнение, я не знаю, остается к тому, что бывает тоже не просыпается человек. И он пытается этими диадами продавить, но там, посмотри, разница, 6 диад, там 6 медведей. О чем это говорит? О том, что минус 15, скорее всего, у меня будет. Ну, нет, это первая игра, и как ты сам говорил, 2-3-3-2. Но это не точно. И он очень лихо врывается, причем дисперлить, взял еще свиток, взял ТП. Он сейчас должен что сделать? Просто напасть на главную базу и закончит игру. Привет, ребят. Привет, Михаилу. Конечно же, все передается. Привет. И атакует. Видишь, аналитик, Адриада добивается. И Филон выкупает, но 57-47, учитывая 5 фиспов, он просто должен бить колодцы. И у Фоги не будет лимита. Видишь, сразу цеплайблок, минус колодец. Цеплайблок добивает Моба, возьмет 6-го. У Фоги по грейдам всего лишь 2-0, а не 2-1. Видишь, и пробивает. Фоги делает стандартный билд, пытаться отбить Демена Хантера. Это рубаговая бесполезно, надо фокусить медведей. Либо Дриад. Дриад он пытается фокусить. Фишка в том, вот в этом. Шестой ловел. Здравствуйте. Капец. Михаил, извините, комментируйте. В принципе, финал был предсказан уже после того, как баталия была на магазине. Если ловли сейчас где-то не затупит, то 1-0 это, сам понимаешь, да? Все, он приходит, делает цеплайблок, что-то он вообще пошел на базу, делает рев и, к сожалению, у Фоги нету лимита, чтобы где-то, нету цеплайблока, чтобы заказать и выйти. И у Лавлиета 56 базу ничем не спастит Демон Хантера и убивает даже ужасно половине метаморфозы. Фоги срывает всех виспов и, к сожалению, это 0-1. Ты вообще нормальный? А где у тебя эмоции? Ты выиграл в первой катке. И подожди, рано пить боржоми, все знают. Игры разума, которые смотрели, это остров там. Задание заканчивается только тогда, когда мы увидим табличку со счетом победы от Лавлиета. Понимаешь? Да, сейчас вот она будет. Нет, это только первая катка. А, ты ту табличку ждешь? Конечно. Конечно. Надо быть взрослее все-таки. Та-да-да-да. Михаил, ну что ты чувствуешь? Смешанные чувства, смешанные меня сейчас чувствуешь. Если у тебя есть слезы, ты хочешь чем-то поднимиться, не стесняйся. Публика ждет твоих комок. Ах ты. Ах ты. Кто и не я тебя расходит, как магистра психологии, Михаил? Вещайте, как говорится. Я чувствую уже немного плачете. Если вам надо обнимашки, я бы обнял их. Но вы слышите на депорт меня. Не стесняйтесь. Если вы хотите все сказать, все херня, давай по новой. Вы можете это сказать. Чатер поймет один раз только. Много не злоупотребляйте этим. Но, как мы видим, 1-0 все-таки заловлетом. Он прокутил Дэмона Хантера и будет допушивать. Михаил, ваше слово. Ха-ха-ха. Такое безумие просто. Ну а че, тут сливает Фогич, ничего не сделается. Надо ждать следующую карту и надеяться на то, что будет лучшим. Миша, это у тебя безумие или в игре? Ты просто поделись. Безумие оно такое. Там ульта, кстати, должна была... А, нет, еще не откатилась. Ее же сделали гораздо... Насколько там секунд позже она откатывается, да, если я правильно помню? Ну, по-моему, нет. Но, учитывая, что у Дэмона Хантера забрали одну ловкость, она немножко, конечно, стала грустная. Очень грустная. Ну, жрица терпит, видишь, очень сильно. Ловлеет, успевает еще доминировать тем, что с кафой даже медведей. Да, да, да. Рядом можно было бы ими нормально бороться, если были бы хотя бы два барака танка. Бараков танков нету, поэтому... Ну, это такой экспириенс для одного героя. Угу. Была бы контратака, если ты прав, бы сказал, если бы было два барака. Как-то такая небольшая, можно стыки давать, нужно бушить хорошо. Она такая, рядышком. Но, видишь, он сделал, как сделал, это его вправо. Его выбор, мы должны его принять таким, как есть. Если Миша хочет плакать, он может поплакать. Хотя, знаешь, говорят, что мужчины не плачут, я считаю, это неправда. Каждый человек иногда хочет излить эмоции. Просто не у всех есть Соник. Как-то так. Что скажешь, когда он ливнет? Абсолютно прав. На следующем ульте. То есть сейчас придет и с новыми медведями, скорее всего, прожмет ульту и уже будет не исправить. Вот интересно сделать... А там медведи сожрут экспант. Нет, он отвел их вверх, телепортанулся на низ, сожрет экспант и сделает ТП и принес Фогги на базе с ультой. Да нет. А Фогги может ливнуть даже. Тут ее даже принес. А, тут, да. Тут ее даже принес. Понялась. А может, все-таки Димкой не Аркадий, а Дриад сейчас отщелкивает постепенно? Ну, он решил уверенно играть, видишь, специально. Не будет даже отщелкивать. Делать будет ТП, скорее всего. Чисто Экспа убить, но он должен делать ТП. Не знаю. А зачем? Он сливает медведей, Дриаду. Ну, ему жалко, жалко ульту, типа, если можно пострелять. Нет, дело в том, что она не окупит себя. Один медведь ушел, у Фогги ты не можешь остановить Дриад. Два медведя ушло, видишь? Глупость, о чем она была говорится. Этим надо воспользоваться. Он сливает двух медведей, одну Дриаду. Это, как бы говоря, 11 лимита. И для чего? Ну, слушай, а разве у Фогги после этого не появляется каких-то... Нет, не появляется. Ну, маленький. Не появляется. Ну, если это две базы, это очень сильно, знаешь. Он идет зачем-то качает красную точку, которая не имеет смысловой нагрузки в данной игре. Ну, деньги и предмет только. Да, но есть опасность подхода сзади другого игрока и прожать, как говорится, заднее отверстие, потому что нет ни свитка, ни ТП, ни чего. Там любая Дриада цепляется в жрицу, и она, грубо говоря, будет мертвой. Угу. Согласен, согласен. Седьмой Демон Хантер, он очень сильный, у него есть когти, тем более арба. А тут, к сожалению, 2-2 и лимит все равно не такой уж и мощный. Кстати, что ты думаешь о Старфоле? Он здесь может как-то подрешать? Ну, я понимаю, что маны не хватит, скорее всего, ему и возможности нормально поражать, но учитывая то, что нет никого, кто мог бы прервать его, есть тут какие-то опции со Старфолем? А почему нет? Он может в любой момент купить любой герой и перевервет его, как только почувствует. Дарка? Все знают. И все. Угу. Тинкер просто берешь Дарку и она затыкает ее, и все. То бишь, отпадает твой вопрос по поводу того, что зарешает ли Старфол или нет? Нет. Он просто купит Дарку, либо закажет Кипера, а она только забежит, либо просто заткнут и все. Ну, герой, что ты, навык. А зачем сюда Фогич приходит? Посражаться пока ульты нет или что? Я не знаю. Ну, типа, хочет попытать счастье, но там преимущество. Вот видишь, о чем я говорил, он втыкает 3-3 дриады в жрицу и все. Еще омоложение, это просто не выгрывает. ГГ. Это ГГ. Просто не выигрывало, видишь, о чем я говорил. Колоссальный урон. 47, 69. 47, 69 и, ну, не знаю, что происходит. Ставь медведя делает, но ждет. Ну, база, видишь, тыкает, тыкает база такое. Непонятное ощущение, ливать не собирается просто так все-таки, потому что человек, который проигрывает, играет данную партию, покидает турнир и занимает всего лишь 5-8 место. Сами понимаете. Даааа. Слушай, а ты готов ставку немножко увеличить? Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! 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 Сука, ну что же ты происходит-то такое? Ну, смотри, уже Фогге проиграл, считай, эту карту? Там как бы уже, уже получается, ну такое, уже без шансов получается. Ну, до тридцатки, например, чтобы отыграться. Ну, как говорится, нет. Ну, мы не меняем лапки по... Серьезно? Ну, восьмой Дима, тут уже гарантированно 1-0. Ну, и что? 1-0. Ну, ладно. Ну, смотри, а я предлагал, а вот когда выиграет Лавлиет со счетом 3-0, ты будешь говорить, О, Михаил, Михаил, я был неправ. Я не буду такое говорить. И, получается, ты вообще делаешь меня, ставишь в неловкое положение. Даже если мне сейчас закинут колоссальные какие-то донаты, я не поменяю ставку. Независимо от того, что не закинут ее. Что, типа, мы договорились, ты вообще подставляешь меня. Ебалу-то, если он выиграет сейчас 2-0, еще больше провоцировать начнешь. Да нет, 2-0 это уже вообще нереально для камбэка, это что, 3 карты? Если только... Подожди, ну как если только? Ты забыл, как Мун выигрывал 2-0, Colorful, а и Colorful выиграл потом 3-2? Ну, не знаю. Было такое, было, было, было. Да. Не меняем, как говорится. Последний путь идешь, последний путь иди и не меняй свой корабль по пути. Аминь. Михаил, как вам первая игра? Обескураживает. Поставьте 50к на челлендж повышение ставки. Вот, вот этот момент покажет, видишь, он знал это. Да, да, это важный момент. Узнал, но пришел отдаваться, вот это вот я так и не понял все-таки. Если ты хочешь подпушить экспант на таком тайминге, то надо брать Нагу вторую. Это да. Господи, что начало происходить? Там что-то сандонат. Ты слышишь это? Не-не-не, очень плохо. Ну, перескажи. Пять тысяч рублей. Да, Миша, гай. Рудат, это присып к насилию. Спасибо. Ну, неожиданно для меня, наверное, благодаря тебе, около 6к, только что закинули. Поздравляю. Ребят, все, что закинется, потом, наверное, мы еще, если Миша нас позовет, постараемся как-то разыграть. Да ты сейчас меня постоянно разыгрываешь, что ты. Ну, нет, 1-0 пока, не знаю. Разыграл. Ладно, Autumn Leaves. Они встречались совсем недавно на Autumn Leaves. Что тут у нас было? У нас были тут Майнгеймсы всякие, всякие с киперами, с демонхантерами, если я правильно помню. Был еще матч... Ой, что там было. Там был матч Ла Лайт Мун. И Ла Лайт здесь взял Варденочку. Варденочку против потенциального Козла или Потмы. А Мун угадал с демонхантером. Я не знаю, ты видел эту игру или нет, но она была очень классная. Казбек, привет, спасибо большое. Серию мы с Соником эту комментируем. Очень важная серия. Ребята, это призыв к насилию, спасибо, да-да-да. Ну, Соника можно цитировать, у него потоки, 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 идут стримы. Я хочу сказать не только потоки, а серьезные философские мысли. Михаил, попросил бы вас не говорить, что мы говорим потоки сплошь и рядом. Потоки это не осмысление, понимаешь? Я же это делаю осмысленно, Миша. Ты понимаешь, о чем я? Я пытаюсь. Если тебе нужна помощь, обращайся, мы поясним тебе. А там за час сколько? А? Там, на каких условиях можно будет излить тебе души? Ну, чтобы ты не ржал только. Чтобы не давил, в смысле? Ну, народ уже закидывает, чтобы давил, призывает к насилию, но я иду отрицал его по этому поводу. Потому что, как все знают, самоуправством на АГГ не принято заниматься, потому что вас настигнет кара-бобра. В смысле? Ну ты понял, короче. Или нет? Неудачная шутка. Не, хорошая шутка. Две потмы у нас. Две потмы у нас с первым героем. Хорошо. Почему взял потму в этот раз, как понимаешь? Я думаю, что они сами не понимают. Ну, то есть, у них, видимо, масса вариантов, и кто кого перехитрит. Как вот ты принимаешь решение в Мироре, на карте, где может быть и то, и другое, и третье, как ты будешь играть? Я считаю, самый зрелищный матчач вообще, это когда берут именно, либо жрицу, вот, знаешь, они вот видят, чекают. Последнее время, раньше было актуально виспа первого посылать, либо с колодца, либо с алтаря. Тогда ты можешь увидеть, как располагается по баракам и по постройке, какой будет герой. Знаешь, было бы интересно, если бы сейчас кто-то из них увидел жрицу, и взял бы какую-то панду, либо бессмастер. Это бы добавило очень большого экшена. А это ты мог сделать, если бы послал виспа заранее, причинно-следственная связь. Но в связи с тем, что добавились, почему стали играть очень актуально много жрицей против жрицы? Потому что все начали качаться через барак и поняли, что жрицей можно выиграть тогда, когда у нее есть третий левел, потому что дается аура сумасшедшая. И не всегда прокатывала ей выигрывать эльф на эльф, я именно говорю за этот матчак. Потому что не всегда понимали, как выигрывать жрицей. А теперь она начала заходить очень особенно на контрол хиле. Знаешь, что это карта с колодцами на двоих? Да, консил хиле. Потому что там очень все близко, очень можно быстро набить третий левел жрицей. Она дает тебе ауру, и грубо говоря, даже демон хантер с преимуществом с рычами, с юнитами, не так легко может отбиться от жрицы с третьим левелом. Это аура, просто колоссальный урон дает. И вроде бы у демона хантера забрали одну броню, а по итогу он просто... Ну как будто, ты знаешь, его с пулемета расстреливают. Он только выходит и сразу в зал, полжизни нет. Вышел, все, убили. Ну как так-то? Очень сильная идея. Мощная, мощная. Я выбор этой карты не понимаю жрицы. Но видишь, они идут, что две ханты, одна ханта. Как они теперь действуют, во что они будут переходить, тяжело вообще предсказать на самом деле. Но они уже заложниками стали маскотов, тут захочешь ты два прожать, дважды подумаешь. Да. Но при этом же предыдущая игра, как показывает, что было играбельное демон хантер против жрицы, правильно, как он взял и выиграл 1-0. Без базы, ничего, не спеша, зашел, все выиграл и все как бы. Очень интересно. Но тем не менее, не стесняюсь, ведет пушить дальше. Жрицы. И теперь мы просто будем видеть колоссальное зеркало, маскоты на маскоты. А победит тот, кто купит первый свиток и успеет набить эти лавел жрицы луны. Красава. Правильно. Все правильно. Да. Он бегает и что-то пытается пройти. Как ты считаешь, у кого сейчас будет тот, кто сможет преодолеть и что происходит на карте? Ну, у Фоги мне казалось, что он делал какой-то хитрый забег на мейн, когда пропустил, спрятался рядом с мейном противника. Я думаю, это будет забег, типа, и виспов поубивать. Ну, ради чисто, не ради минус леса, а ради экспы и ради контроля. Но он после этого увязался зачем-то за лавлиетом и попытался, видимо, дождаться, ну, хотел как-то крипджекнуть его. Черт его знает. Не получилось в любом случае. Сейчас они разбежались и оба решают ту самую задачу, о которой ты говоришь. Получить бы третий уровень. Магазинов на этой карте, слава богу, два. И если, ну, если уж прижмет, то, как бы, оба смогут купить свиток. Вот. В принципе, да. Но лавлиет как-то ушел, во-первых, далеко от своей базы. Очень далеко. Да. Но у него третий есть. Что он ждет. И при этом он хантами все-таки подсвечивает контроль. Ну, в точках взял на себя обязательства, как говорится. О, а лайтнинг щилд. А лайтнинг щилд. Ну, да, виспо надо будет подвести, чтобы отдиспелить. Вот самое забавное, что мне нравится, при даже количестве данных юнитов, не все игроки изучают сову. Это просто не знаю почему. Но это колоссальный пример. У тебя светится вся карта. Почему они не берут? Как ты считаешь? А она здесь ничем не контрится. Я не знаю, почему не берут сову. Вот как бы 100 голдей, но не так много. И можно брать. Потому что ты можешь подсветить всю карту. Посмотри, смотри, смотри, смотри. Смотри, баллисты и протекторы. Это вот мне бы комментарии по этому поводу твоей. Баллисты и протекторы. Фоги пытается наломиться. Лавлиет его подпушит. Фоги будет в растерянности. Ему надо будет принять очень важное решение. Вернуться на базу или идти пушить Лавлиета. Лавлиета база раскрыта. Лавлиет летает в базу. База открыта. Почему он не пробегает в дырочку? В дырочку вливайся. Вливайся в дырочку, Лавлиет. Видишь, Фоги растерялся. Принял важное решение вернуться. В принципе, оно правильно. Но колодец потерян. Да, неприятно. Соплай блок у Фоги. Но у него, правда, 50 лимита. Может быть, там дирижабль как-то выкупить можно под эти две? Ну, посмотри, минус катапульта может быть. А может и не быть. В какой близкий момент можно было влиться в дырочку. Поснестелся Лавлиет и кто-то выкупил дроп. Михаил, как ты сказал, это был Фоги. А, кстати, в дирижабле здесь нужен даже и Лавлиету, невзирая на то, что у него баллист вроде как нет. Тем, кто пользуется катапультом, в их преимущество можно веселиться, можно стрелить, спасать юнитов. Сам знаешь. Очень, как говорится, интимный дропчик. Дропчик. Ты его должен потратить, там у него 500 жизней, по-моему. А кто у тебя стреляет? Одна жрица. А жрица, это сильный демагер. Ты либо стреляешь в героя, герой противника стреляет тебя, либо стреляешь в дирижабль. Это важно. Три катапульта едут, теперь Лавлиет. Подожди, а у нас свитка нет. У нас свитка нет, слышишь? Нам может быть катапультами Хараси, а под Мунвеллами отбиваться? Так можно отбиться или нет? Конечно. Я думаю, должен отбиться. Но дело в том, что Фоги теряется. Посмотри, что он делает. Вот он летит другом, обратно 9 лимитом. Да, возвращается. Очень важно этот момент, видишь? А он тремя хантами его подсвечивает. Очень давит его психологически. Прям сильно-сильно. Я чувствую его давление. Да, я тоже чувствую. Вот ты почувствовал очень. И заставляет его вернуться. Такой момент, что можно было высадить, а он тремя хантами подпаливает его и не дает ему ничего сделать. Очень-очень. Он в дырочку просто не влился, но мог. Итак, 45-49. У Лавлиета свиток, ребята. У Фоги свитка нет. На у Фоги есть. Свит попробует купить сейчас справа свиток. Он сдвигается в сторону магазина. В это время пытается подконтраливать еще котов и этих. Вот дроп, видишь? Дроп как бьет сильно. У Лавлиета два... Ну какие виспы, ну что ты, ай! Очень все больно. Очень все непросто в этой тактичке. Очень непросто. Арчей достраивает Лолита. О-о-о-е-е, под бараком. Если барак сейчас отдать, ну, Фоги тяжко, тяжко приходится. Чувствуется давление. Несмотря на то, что мы болеем оба за него, но... Почему он стреляет по этим, по-по-по-по-по-потме? Я не знаю. Почему не доконтраливает катапульту? Вот начал две, но... Свитер взял. Лавлиет еще не юзал. Он кинул ЛС, Мишелька, которую ты говорил, отлично, на два юнита. О-о-о-о, сейчас он пробил. 45, посмотри разницу у лимита, господи. Как много вообще. Он пытается улететь. А как, что-то много лимита у Лавлиета, я не пойму. 37-47 было. Откуда столько? Откуда четвертая жрица, Мишель? 39-47. Риле. Ну, по XP разменялись, типа, равные. Я не знаю, почему. Может быть, Дирижабль 260, может быть, Мунвелл 180. Вот тебе и разница в лимите получается. Ну да, ТСК нанимать дропы, так всегда. Плюс 13 у жрицы Фоги, но у Лавлиета, по-моему, у него побольше атака. У него двое кахтей. Ребят, напоминаю, это Дримхак. Финальная сетка. Да, если Фогич проигрывает, он турнир по... Покидает. Покидает, покидает. Как, в принципе, и как и всегда. Та-да-да, жрица идет, подпушивать совсем. Очень много лимита вообще у Лавлиета. Был, он опять нанимает свиток, если так бы они берет. Грейт, тем более, у них 1-1. Ой-ой-ой, поймали в сетку. Ты лимита просто. Миша, ты как будто не болеешь за себя. Просто посмотри, минус ханта. Ой, высаживает. Ты на чём я этих заказал? Да что ж такое? Ой-ой-ой. О, контреску словил, нормально. Миша, хоть проснись, там у тебя всё нормально. Алхимик появился. А-а-а, это уже Т2, представляешь? Он еще и Т2 сделал, серьезно? Он еще и Т2 сделал, это сейчас будет у него этот. Так сколько будет? Глейв. Да, блядь. Чакрум. Он его не делает, кстати, почему-то. Он тупо переходит по ходу в масс-лучницы. Делает дальность лучшесом, а у Фоги, здрасте, Т2 будет у него или нет? Не видно даже, я не вижу, есть ли у Фоги. Да, Чакрум только заказал. Чакрум только заказал. Очень странно, яга. Очень, причем Лавлиет ставил пушку на базе, он делает второй грейд на атаку. Очень странно всё как-то. Ребят, ну напоминаю, это всё-таки эльфийский Мирор, тут всегда всё непонятно, поэтому ещё рано, ещё рано. Списывать или чему-то радоваться. И проходит так. Баллисты фактически ничего не сделали, к сожалению, у нас. Ну, как ты говорил сами, он стрелял не по ним, несколько выстрелов, и одну просто отдал на месте, и о чём он говорил, что тяжело играть за счёт дропа, у него ещё пушка, потому что он и стоит рядом с базой, очень хитро стоит. И разведка пошла. Он теперь знает, что там идёт развод. Он не знает, сколько конкретно там людей, он может недооценить. Но алхимик в это время качается на лагере наёмников. Третий левел. Третий левел. Блин. Держим булочки всё равно, ребят. За кого? За хорошую игру. Понятно, что за фоги, но несмотря на всё, мы понимаем, что здесь происходит. Я держу, конечно, залавлю ветра. Пушка стоит. Ещё и пушка, пакетин, ещё и пушку поставил. А, кстати, это минус шахты, ты понимаешь, что тот не использует телепортироваться? Нечего телепортироваться, потому что жрится с телепортом на базе. Да. А юниты вдалеке минус шахты, ну, уже немножко веселее хоть стало. Так, минус 600. И да, уходит в дропе. В дропе должен уйти, по идее. А там нет просветки, всё равно какая разница. Это быстро и не получится. едет просветка. Да, уходит. Просто могут сбить дроп. Очень больно могут сбить его. А смотри, сейчас он просветит. Жив. Ну, такой. Хороший мув. Хороший мув. Ну, глупость лавлиета дала, то, что он пушку только сейчас передвигает. Если бы он перевинул сразу, это был бы уже конец. Наконец-то заюзали сову и заюзал её лавлиет. Как ты видишь, он теперь гонится за дропом. И самое странное, что... вот перевес, алхимик может перехватить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь, что ж ты делаешь вообще? Минус же ханта, нет, спасает. Поджимает, там 4 стоит. Оп, хороший пункт. Вот-вот о чём говорилось. А вы уже думали, что лавлиет протащит изи. Ничего подобного. У фоги лимита 59, у лавлиета типи 46. По-моему, у фоги закончилась Т2. Вон там алхимик 2,5. Извините. Ну да, 2,4. Базу ещё ставит, представляешь? Халябчик. Кто-то в этом есть, но навряд ли это будет этическое высказывание ПГК, потому что он контролил всё чётко. И причём очень профессионально жал его сверху, если бы он ещё заказал там базу в углу, в левом, в которой фоги просто не догадывается, что он его зачистил. И сейчас глупая затея будет с ним бороться при герое 58-50, потому что там жужериса сейчас будет 5-го левла. Хотя там у фоги тоже 4-3, но у него, к сожалению, не хватает второго алхимика. Бузеров. 58-50. Думаешь, второго возьмёт сейчас героя, да? Нет, заказывает хантреску. Левита очень много, по грейдам 2-1 и там 2-1. Сейчас лучший момент, чтобы навязать сражение. Вот только сейчас у фоги есть нормальный шанс, на мой взгляд. Блин, он даёт алхимику третий уровень, он ведёт себя очень пассивно, он не... Не появляет активности. Активность это главное в Варкрафте, как и в общении с девушкой, с будущей вашей женой или с друзьями. Активность это важно, согласен. Поддержка. Снова дроп. Да, пуша. Вот, когда летит дроп, это активно. Ну, там совы, там пушка. Что делать на лавлиет? Куда он ведёт это бедное дерево, господи? Куда он его ведёт? Гиппогрифа делает, смотри. Гиппогриф ну это минус опять. Да нет, минус телепорт скорее всего будет, он же не будет... Поздно, уже есть проходит базу. Причем он сейчас отдаст вторую базу, потому что там сверху у Фоги летит что-то. И сейчас может минус главный ещё быть. Вот вот это активность. Блин, а Лала это ведётся на разводы, ты посмотри. Он не может даже армию развести на две части. Надо принимать решение, потому что вас пушат Фоги, Фоги необыкто. Ты думаешь, можно ещё мейн убить? Он думает, что можно мейн убить? Нет, нельзя, к сожалению. Хотя, очень много потерян он будет. Видишь, 6 лимита. ну он уже всё. Лавлиет что-то теряет, Лавлиет теряет, это не показывает. К сожалению. Все ханты слил, пятая жрица. Добьёт, не добьёт. Добьёт, добьёт. О май гад. Ну я о чём и говорил, перечекать. К сожалению, слишком много. Но вот вышло, он теряет здесь и по лимит, ну у Лавлиета колоссальный герой. С чем он думает их останавливать? Ребят, это не халява, это опыт, не надо такое говорить вообще. Да, представляете, у дерева, у которого там осталось, из, сколько там у него, из 2000, ну нет, 1700 у дерева второго тира, насколько я понимаю. осталось. Но дело в том, что Лавлиет бы мог убить бы быстрее, он же не подводил к себе лучниц, понимаешь, он не подводил. Алфомишес. катапульта еще теряет фаги, но это 20. Да, и в Рашид, истерически, думаю, что добьёт базу, а там есть, по-моему, броня, мунглэйз, поэтому он не в ней не добил, если ты посмотрел, так бы тоже понял. Истерически Рашид, и поэтому сейчас всё сольёт, возможно, там нет висков, просто, видишь, и стоит, катапульта, да, и всё заболочено. Это ГГМ, уже, это ГГМ, вкидывает последние ресурсы сюда, попытку отменить. А, ребята, никто ничего повышать не будет. Правильно, Миша? Ну, да. Да, жалко, в конце концов, Фогич проигрывает. Да. Ну, очень близко было убить базу, ну, понимаете, решил момент броня здания очень сильно. И теперь он её всё закрыл, всё закрыл, всё закрыл, и нечем пройтись, а сам напал просто в пушку с фантами, сейчас влился в дырочку к Фоге на базу. Блился, да, и он даже не убьёт, потому что жица со свитком нечем даже ответить. Просто разбился, а стенку при чём влетает. Фоги сделает ещё ТП и зажмёт и зажмёт и зажмёт и зажмёт да, берёт дроп. Второй хил, смотри, как Арчей вытаскивает. Показывает, видишь, они показывают какую-то хрень. Ну, как такое показывать можно? Ну, сука, там жить битва! Ну, нельзя материться, если я не напомню, я вообще не мультипайс, ну, просто, что они показывали? 2-0. Что они показывали? Просто эти комментаторы, там идёт финальная битва на базе, они показывают, как Лавлиет убивает Веспов. Ну, сука, ну, кто ей там, кто сидит, и тот, кто мышкой клацает? Напишите им, чтобы показывали нормально. Сейчас пойду, возьму какую-нибудь шоколадку, потому что давно не ел, и вернусь. Будем надеяться, что Фогич не в ноль проиграет, блин. Да, это и в ноль, по-любому, это Эльфийский Миро, то Миро, я думаю, там ещё нас ждут унивительное рядом. Ну, ребят, вы видели, что момент был немножко упущен, не было действия по поводу того, что подпринимает, знаете, такого интимного момента. интимного момента по поводу выставления. Спасибо, что поддерживаете мой канал, ребят. Интимного момента, я рад, рады меня видеть. Не знаю, как там звук у меня в целом, ну, вроде, всё, что надо, то, то надо, там у нас поставлено. Интересные такие, Эльф Миро, это всегда вжух, 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 вжух. 20, 20. Ниша немножко приуныл, мы его понимаем, конечно. Кто вот этот пайм, я не знаю, сидящий рядом, корсун или корсун. Та-да-да. Идут, идут, подпушивают. Смотрим дальше, что будет. Впорту, все думают, три один будет, либо три два. Ну, когда, по действиям, которые бы было видно, ну, ребят, я говорил, где были, были, пролиты, как говорится, важные действия, проходы, очень важные, они были упущены, и ловлиет этим не мог, вообще, воспользоваться, но проход был, проход, проход колоссальный был, очень классный от Влиета, от ловлиета, я сначала думал, что было бы выгодно зайти в дырочку, либо убить шахту, противнику, но он почему-то решил сделать цеплой блок, и просто убил колодец, и это, в принципе, тоже немного решило, потому что, я теперь понял, откуда было преимущество в лимите, у ловлиета, при первых битвах против Фоги. Как-то так, как звук, как слышно, как комментирование, кто остается в финальной паре, это Хитман Сок, Хитман Сок, напоминаю, фокус проиграл Хэппи, кто там еще выиграл, ловлиет играет с Фоги, и кто-то играл еще с утра, Мун, по-моему, да, Мун выиграл, да, был Мун, Мун был, Михаил к нам вернулся, Чаймика был Мун, кажется, это было очень давно, да, секрет-секрет говорит, сделайте ставку, отдельно нам третью катку, не, ну, ребята, ставки уже, сколько можно говорить, ставки сделаны, ставок больше нет, Соник мог повысить, но отказался, мы просто занимаемся спортивным спором, и концентрация по максимуму, там за контролем сидит чувак из Старкрафт 2, его вчера хвалили, мол, как хорошо он все смотрит, хотя никогда не играл в Аркафт 3, понятненько, ну, вот откуда ноги растут, понял? Да, да, ну, 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 просто, ну, когда, ну, ну, невозможно иногда все идеально делать, знаешь, всегда находятся, но такие моменты, где финальные на самом деле, там ведь решается, пробьет, не пробьет, просто я показываю, как бьют весь пол, угу, там спрашивают, а Соник депутат, или просто в общественной палате Краматорска, ты депутат? А в чем смысл депутатства? Они разбирались вообще, когда задают такие вопросы? Я думаю, что ты слишком требовательный, ну, ну, так? Не так. Действия не в первой, действия здраво, в здравом или не здравом, адекватном, неадекватном, если там, знаешь, кроется, ну, такое, одним словом. понял. Да, ребят, я согласен, оно что, все равно очень круто, когда проходит такой ланс, посмотрите на лавлиета, он ломает стулку немного, очень сильно, не показывает фоги, но в темноте тяжело рассмотреть, но видно, действия, прямо давление по максимуму, везде. Даже Миша немного не говорит, он немногословный сегодня. Миша, скажи хоть что-то. То есть, скажут, я пришел, чтобы, 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 чтобы забрать у тебя твой эфир. Не, все хорошо, сидим, ждем, все равно пауза, как бы тут можно подумать о предстоящем матче, что там будет, понадеяться на то, что будет борьба. Да будет ее, не может не быть, это эльфийский миров. Ну, пока же нет, видишь как. Ну, вроде как шансы были хорошие в первой игре, но ты ставишь экспанк, тебе придет, приходит Димка, дает две арчи. Все же хорошо. Пошла беготня, сражение на магазине, отдача котов. Я недавно посмотрел фильм, кстати, хочу отвлечься. Спасибо сказать Пиксу. Этот, Король Ричард. Новый фильм с Филл Смитом, знаешь, там про детей. Вот, я думаю, ты смотрел уже игру в кальмара. Сейчас отличимся немного от Варкрафта. Смотрел игру в кальмара? Только первую серию вчера начали смотреть потихонечку. И как? Ну, там завязка пока непонятно. Я пытаюсь привыкнуть к особенностям игры корейцев. У них же все-таки своя культура и свой тип поведения. Кажется, например, местами, что не хватает эмоций, не хватает доигрывания, мимики, или там наоборот какое-то все наивное. Ну, потому что все-таки это другая культура. Но посмотрим, что будет дальше. Почему я тогда веду? Без понятия. Я посмотрел на данный фильм «Король Ричард». Как вы знаете, Вестон Вилл Смит. И играет, в чем суть? Это о воспитании человека в желании и стремлении побеждать и уметь не перегореть. Не знаю, рекомендую, наверное. и у него было по фильму он типа хочет воспитать двух профессиональных спортивных успешных теннисисток. Большой теннис. И как это происходит по фильму очень интересно. Но потом мы почитаем типа фильм снят на реальной истории, реальной истории из жизни того или иного человека. Но суть в чем? О ценностях также. О желании и стремлении бороться до конца и добиться какой-то цели, как вы знаете, чтобы вырваться типа в обеспеченное прибытие на планете Земля. Так вот, хотелось бы добавить. Вроде фильм хороший, но есть одно но. Мужчина, ну, киногерой Вилл Смит, который играет от данного отца пяти девочек и у него жена получается шесть женщин. Миш, представляешь? Один мужчина и шесть женщин. Так. биографии в реальной жизни данный мужчина бросил своих сыновей и ушел к другой. Подожди, откуда сыновья пошли? Так, в том-то история, что, когда читаешь, что мужчина оставил предыдущую свою жену и перешел к другой женщине, от нее типа появилось много девочек. А предыдущую семью там не особо ее упоминают. Так в чем суть? Бороться до конца надо или искать что-то легче? Как ты считаешь? Какой бы ты выбрал период? Бороться до конца или искать место, где не так сильно можно бороться, но результат получить намного лучше? Второй вариант. самый легкий ну так в фильме так трейды и показывали, но обыгрывали это довольно интересно. Мы возвращаемся в игру. Ну хорошо. Фоги взял Дэмона Хантера. И это зеркало, ниша. Это прекрасно, а по предметам у нас даже небольшой плюс, потому что там кольцо, а у нас когти. Да. Ты можешь атаковать, я смотрю. Дэмон Хантер идёт. Да. Немного запушивает. Фоги немножко, смотрю, проснулся. Лавлиету немножко сбили этот таймбрейк, и походу, возможно, игра будет за Фоги. Там момент был очень интересный, как сбить противника по фильму, что была игра, и как иногда могут каждый лукавить, чтобы потом привести своё победное очко в копилку. Как-то так. Ну, видишь, он понимает, что кольцо как бы не даст ему, но две очи даст преимущества. Они уходят, не вступают в битву. Очень всё интимно происходит. Но когти плюс 5 это однозначно. Сейчас купить бы цирклеточку и пойти куда-то забрать магазинчик быстро, пока лавлиет думает. Да, подшумок, подшумок. Да, отлично. Ловит. Всё правильно. Как мы и сказали. Лавлиет теряется, он мог бы лаги наёмников закрепить, но ничего, ничего, ничего. А вот в такой ситуации как думаешь, бросать криппинг? Да, бросать, окей. Но ты бы тоже бросил или пытался докрепиться? Да нет, уже нет смысла его бросать, он будет массить рачей. Он уже должен был стартануть, видишь, почувствовать, что он увидел, что магазин, я думаю, закрепили, но в ходе выпал ужасный артефакт, скажешь, зажаление. Лэйн Смит, я, к сожалению, далёко от тенниса, поэтому ничего не слышал, ничего не знаю. Демон Хантер идёт, но набивает вообще ужасные артефакты, выпознает Лавлиету, хоть одни когти выпали какие-то. Он базу ставит, прикинь, серьёзно? А, это же халява. Ну, как бы да. Но, для тебя это не очень. Разведки у нас нет просто. Дудка. Чё выпало? Лакариси. Не самый лучший. Ну нет, в целом нормально, чё он. Могло быть хуже. Могло быть хуже. Три Арчи, наверное, он идёт в Медведей. Ну, дэйки для Махантера, это быстро. И Лавлиет взял дэйки, и глаз поставил. Итак. Слушай, надо каким-то Макаром про базу передать. У тебя есть номер Фогича? Я думаю, он её не чувствует. Очень тяжело. Видишь, такие финальные интимные катки, что оппонент возьмёт и поставит базу. Да, да, Ты стараешься наоборот более зажато, аккуратно играть. Да, да. И ты увидели оба глаза, видишь? Это хорошо. Лавлиет, Нагу хватает, не даёт. Ну. Не добил ужас. И сейчас убьёт, прикинь, тот глаз, кто добивает специально. Нет, тоже. Не знаю. Убивает, добивает, кто добьёт глаз. Но это ещё очень важно, потому что придётся юзать даст, теряется, кто-то очко надо. Он подблочит, можно здесь побегать, нет? Так нет, невыгодно Фоги здесь сдаваться, пойми, база-то строится. Он теряет считанные, как говорится, критические минуты, секунды. Сейчас после вот такого не очень хорошего размена, для... Фоги сейчас возьмёт же этот, Магас слева. Магас будет брать, да, да, но... И после этого можно какую-то активность пройти, нет? Ну да, ты туда по умолчанию не побежишь, правильно? он просто берёт лаги наёмников, он попытается, он даже не разведует его, к сожалению. Видишь, ставит, просто идёт, может, гиганток перейдёт, не знаю. Ну вот она, Миша, она строится, лаги наёмников, Нага вторая. Пошёл, пошёл он на разведку, пошёл он на разведку. Пошёл, пошёл, да. Это радует. Да. Хороший, кстати, транзишн, экспанты, две талоницы в Т3. Как тебе? Да. Всё, увидел? Увидел? Увидел. Ну, Нага вторая уже, и там, и там, мы поговорим, может, сейчас будет. Ну, по таймингу мы нормально можем с медведями туда прийти. Сейчас посмотрим. Ну, я имею в виду, что там не сильно будет, не сильно будет поздно, к тому моменту, экспант пушить. Дело в том, что если он начнёт, возможно, строить медведей, это не будет так стопроцентной победы, ему нужны гиганты, и много масса из арчей, потому что арчи талонов губят нормально. Видишь? А если тот просто настроит массу, массу арчей, то изи отпушится от медведей. Медведи в данном случае не выгодны, я считаю. А выбора нет уже. Ну, выбора нет. Скоро рассвет, это весна, это зима. В смысле я это? Варкрафт это всё. Угу. Не гасмертных, видишь, будут ли виспы. Один висит, идёт, идёт, что-то думает. Минёра взял, походу, или нет. Я не понимаю, что там за юнит бежит. Взял минёры или нет, как думаешь? Мог, 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 он любит минёры. Тук-тук-тук. Будет ли тп, либо не будет, отловли это, нет. Минус шок, да, база стала. Глупая запасная. Лимиты равные, понимаешь ещё. Там книжка есть, понимаешь ещё. У нас виспе есть. Бежит минёвр или нет? Не, не бежит. Бежит, вот он, Миша, ну внимательней. А-а-а-а. Ду-ду-ду-ду. Но, к сожалению, он не стал её добивать. Сука-тихий. Представляешь, если не он выжил. Да, ладно, стоит, что там бежит? Талоны, подходит медведь. Ну, вот за счёт того, что есть. Есть. Кто там есть? Ну, 48-40. Позиция у Ла-Лайт, конечно, классная. Барак есть. Зачем реплей? Там атака идёт. Атака идёт. Сейчас самый главный момент под бараком. Сейчас чудо нужно Фогича, что тут Райта за это самое. Виспа убил, хорошо. Видишь, книга, Виспа срывает. Вот за счёт книги Виспа не срывает. Вот видишь, фенталоны. Он не чекнул ещё инвентарь, понимаешь? Он должен был увидеть, что в инвентаре Боков-де-Дет, и всё, и Виспы должны быть уже на бинде у тебя по-хорошему. А вот позиция классная, что подкрепание может... Адюни так хорошо. Входящих. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Лавлиет куда-то мчится. Но он хочет время выиграть. Да. Всё правильно, по-моему. Прийти и телепорт сделать, и там соединиться с остальными. Два медведя отходят. Нет, это должна быть за Фоги. Талонов. Очень на тоненького. Если каким-то макаром удастся сейчас Лавлиету выиграть время... Ну, он сделал грейт на талонов, кстати. Отдаёт специально хлебореза, намеренно, причём у него 600 дерева. Мне кажется, что не специально это было всё-таки сделано. Специально, специально. Чтобы отдать, оттянуть время, талоны пришли, медведи сейчас минус. У Дэмона Хантера нету. Ну, хотя бы подконтролил бы его за дерево, чтобы так вот прям... Ну, он, наверное, и стрел, в принципе. Минус тролль, циклон, борь и свиток. Да. Двух медведей убить и на ногу ворваться, Фоги вынужден будет сделать ТП. А у Наги есть конь? Балень, шоу бутылёк, бутылёк. Вот этот бутылёк может и игры стоит сейчас. Да, решающая катка. Ну, один талонец подходит. Ну, ловли этот Хауалэкс. Титок есть? О, надо пару виспов брать. А боли ж поздние у нас. Дее, это плохо. Сейчас может ещё отбиться. Он сейчас подкинет. Как, ты видел, как он виспов вытащил? Типа, всё, я готов чинить, а на самом деле сразу спрятался. Ну, всё, нет, ловли этот не будет драться здесь. Или будет? Будет, не будет? Так, а может, ты к нему и телепортируемся? Тогда надо было уже давно. Ну, это опасно, потому что не знаю, от кого подкинуть. Понимаешь? Чё-то он ещё вообще бороться. Ну, отлично, да. Телепортируйся, телепортируйся. Ой, Димку, Димку, можно убить? Да, можно, можно. Блин. Что ж ты будешь делать? Какой валидон, а почему, почему, как всегда, когда я смотрю либо тебя, либо фоги, всегда нужно пить какие-то таблетки? Соник, скажи мне, почему вы иногда такую хрень делаете? Ну, честно, бывает. Я рекомендую тебе пить таблетки для сжижения крови. Ласперин. Принимай, для сжижения крови у вас не будет давления. С давлением все в порядке. Просто нервы, к черту. Итак, 49-45. Я пью просто. Я не рекомендовал то, что не пью сам, как говорится. А что ты еще пьешь? Можешь порекомендовать? Ну, я иногда зонты глотаю. Для проверки хеликобак, так вообще стремная тема. Идут толпоны. 48-46. Хороший артефакт для медведей тоже. Да, минус медведь у фоги. Где стаффа у нас? Но он заденавил с этими. Можно сразу бежать сейчас на красную и на вторую. Вот это было бы очень громко. Но он опять что-то там поставил. Непонятно что. Тут даже, как говорится, свечи не помогут, если там не двигаются. Ага, он тут барак оставил. Ну, опасно это все. Он две базы ставит. Что он творит вообще этот человек? 47-45. Блин, ну опасно. Дриатта не хватает. Да, если ты хочешь этими МГ контрить, то очень много времени нужны. Вот эти вот экспанды могут сработать. Подробняка взял. Ну, это правильное решение. Та-да-да-да. На кучности сыграл. Хорошо. Минус два мунвела. Форкет на двух виспов. Сыплай блок. Ловли это. Типа да. Очень опасно. Очень сильный сыплай блок. Просто. И вот как раз это то самое время, даже несмотря на то, что экспанд как бы где-то там делается, доделывается, два мунвела могут его подтормозить. Очень сильно могут подтормозить. Да, тут все хилари. Пилари. Так, проходим дальше. А, Фогги, говорят, слева подрывником отменил экспанд строящийся, прикинь? Да, все правильно сделал. Я не знал. Еще бы узнать сейчас о правом, и все будет ок. Ну, по лимиту, дело в том, что у Ловли это все равно больше. Я просто не понимаю, как. Там минус два колодца. Вот это сейчас, вот это, а вот это вообще он еще арчетом. Одна дряда. Гиганты будут. Фогги нужны гиганты. Он сделал вроде Грейда, но денег у него на заказ только на одного взял? Ну, обычно заказы 40. У него стаффа нет, кстати. Это не очень понятно, почему. Там где-то лимит вот этот, 14, по-моему, 44, чтобы... Так, аж шести, чтобы как раз два было, и в шестьдесятый было бы нормально. Медведя хочет поймать миш четыре лимита, это больно. Да. Блин, он еще не полечил своего, да, просто медведя. Вот о чем я говорил, видишь, он сбоку принимает еще базу. Мне кажется, со стороны виднее, сам не на лане сиди и нюхай, это я сам себе говорю. Умничать умеет каждый, но в бою познается лишь однажды. Вот гиганты пошли, и вот он, получается, должен насобирать тысячу голды и заказать двух. Вот, чтобы был и вышел из блока, и нормально лимита. Хоги ставит свою базу. Ну, он не знает, по-моему, шоу лавли, это не база. Да. Это грустная история. И поздно. А то он начал, он сейчас практически пойдет. Итак. Ну, гоу, 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 ты же видишь Арчой. Ну, да, должен. Ну, тяжело, вообще стремно этой темой подниматься. Понимаешь, ему надо будет пойти минутно, а то ты уже закрепил все, представляешь? Он не видел, на самом деле, да, Арча внизу. Он поднимается, и ты, блин, ты как бы летаешь очень, и вот он гиганта, окей. Но он не сделает тут ту волну, он сейчас вот пытается прорваться, гиганта в сетку. А там телепорт есть. Ой, Форкет, минус тролль, добил тролля. Кипер, 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 кипер. Кипер с телепортом как раз был. Как бы кипер, а телепорт вообще просто. Что-то новое. Слушай, нам нужно о базе узнать по-хорошему. Ну, по-хорошему, да. Затесался там в уголку, как говорится, бывшая. На мышку наружку. Есть! Светанул! Да, увидел. Ой, шансы есть. Лимит хороший. Почти контрап отстроена под талонов. Я имею в виду, что есть уже МГ. Да. Все четко идет. Катка должна быть за фогием пока что. Ну, как покажется дальше, никому неизвестно. Пум-пум-пум. Он на ламутся собрался, что ли. Кипер, как бы, тоже не звонко брать. 2.6, учитывая, что дриад в диспорице, от него только толк, если у него есть арба, а на арбу есть. Это же опасно. Лавлиет, любитель пособирать, все арбы. Как вот, просто ничь такая дикая. А как контролить в таком случае, если у тебя стандартный, если ты на мистефоге, а там лавлиет? Ну, с таким миксом имеется в виду. Гигантов? Я думаю, что очень важно это арчи. Арчи с залпом убивают талонов. А талонам невыгодно подкидывать арчи, потому что, ну, такое. Стремное действие. Там АО выстроится, как контракт гигантам. Ну, да. Есть такая тема. Идет бой. Бой подкидывается. Опа, короче, пошла МШ, форкет, маноберн хороший от фоги, он таунтит. Довольно много урона вносит, что важно по демонхантеру, потому что сложно лечиться, когда вы играете в талонов. Дима продолжает нарезать, козел подставляется, козел выпивает. Жизни, да? Таунт, став. Нельзя было сейчас отступать. Зачем? Все же нормально у фогича. Делает телепорт противник, не может оценить. Он не отступает, он пушит. Ну, до этого он там шагнул назад, вообще непонятно зачем. Ну, демонхантера начали сильно бить. Видел этот момент? Очень сильно. Вот сейчас он идет в атаку, и сейчас финальная битва будет. Там два ООВа неприятные. Сюда может Ла Лайтс телепортироваться даже с пиццом. Да, бесполезно кидать, согласен, вообще трогать гигантов и кидать на них корни, без сомнения. Ну, некого на них кидать, дело в том, что дриадов очень много, и... Окей, делается это финальная битва. Возьми МГЭ, ну, е-мое. Ой, там вообще фигня какая-то телепортировалась. Да, там немного. Ах, 2-1. Давай, давай, давай. Эльфы, эльфы, эльфы. Угу. Поддержим. Только какие, неизвестно. Фогги не стал бороться. Но это он может зря, скорее всего, делать. Хотя... Лавлиет опять базу ставит в другом углу. Ну, ты представляешь? Ну, он, видимо, чувствует, что перспектива у него без хорошей экономики против такого микса хреновая. Ну, что-то вот по играм предыдущим, возможно, они поменяются в дальше, что принимать критические решения тяжело, понимаешь? Он затягивает время и достаивает бараки. При этом бьет преимущество в углу. Фогги увидел, возьмет менюра сейчас. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ребят, кураж, финал. Это все надо поддержать на финал, потому что там очень сильные игроки уже проходят. Мун, хайпи. Это вам не хухры-мухры. Четыре барака, это сильно. 750. Вот, бежит менюр, видишь, такой. Там два протектора строятся сейчас еще. Ну, по-моему, толку от него не будет. А менюр же не успеет столько взорвать уже. Да, останется еще. Тук-тук-тук. Фогги должен был это, ну, видите, взять второго. Ну, дорого такой. Хотя, может, и окупится. Очень. Почему не послать одного МГА добивать кого-нибудь? Ну, почему не послать сейчас кого-нибудь тогда? Ага. Ага. Ай, ты что? Пекинь! Как так-то... А, что? А зачем так делать? Ты что? Я не знаю вообще. Как он успел просто? Я боюсь, что если сейчас Фогги еще будет сидеть и терять в апкипе, то это плохо может закончиться. Надо принимать решение и идти в атаку. Ну, если тебе не нравится экспанд защищенный, иди на мейн, какие проблемы. Он все равно с орчами и с талонами ни хрена с твоим экспандом быстро сделать не можешь. Ты его там мейн разворатишь очень быстро, СМГ. Почему он не идет? Хочет влиться в дырочку, но глупая затея, по-моему. В эту дырочку вливаться не надо. Я бы не рекомендовал. Ну, что, он будет бороться? Пушки будет подводить? Не знаю. Просто сейчас потом лечится. Бывают дырочки, в которые не надо вливаться, ребят. Не знаю, что там. Он же еще на подъеме вообще там. Да, еще Миссы. Этот вышел вперед, но окей. А, он начал лупить лучниц наконец-то. Это страшная тема. О, заходим выше. Так, три барака на базе. Вот тебе ответ, Миш, почему он не пошел на базу к Лавлиету? Там бригада УП стоит нормально. Не может пойти на базу. Три барака. Забавно, Лавлиет занял этот верх, а вниз выпустил, и Фоги ставит базу в левом углу. Да, это классно. Такой стресс. Такой стресс. О, гиппогриф Арчер и что? Какой переход, смотри, у него будет. Так ему сейчас надо убить Дуриат, если он сможет убить их. Все. Фоги просто этого ожидать не будет. Хиптороп придумал. Вообще, кажется, он протекторами показал, что он этого ожидает. Нет? Нет. Он будет подпушивать снизу, который промахивать будет. Он идет, ему надо выбивать. Просто, ну... Хитро придумал, я бы так сказал. Интересно. Но он выпустил. Сейчас еще туда нам две катапульты стояло неожиданно. Это вообще беда была бы, конечно. Такие нестандартные матчи, да? Ну, для Мельфийского Мирора такое бывает. Да. Ну, поджим этот такой, опять, он, видишь, барак говнул. Протекторы неожиданным образом помогут против того, что делает Ла Лайт. Именно вот протекторы помогут, реально. Это единственный нормальный контракт тому, что у него там будет. Ну, хотя у нас 80 лимитов все равно. Мы, в принципе, сейчас заходить должны. И убивать должны сейчас. Хороший протектор там. Давай, 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 давай. Пусти подстава, Миша. Ты замечаешь, он делает ТП на левый угол, убивает Фоги базу. Фоги не успевает, он теперь теряет, он стартует. На базу, у него нет ТП, он разворачивается обратно. Вот лавлиет, вот хитерун. Ну, чего, база в базу, ничего страшного. Ну, такое. Там бараки убьем спокойно. Там осталось 1008, наверное, еще в этой нычке. До хрена золото, пожалуйста, ставь здесь нычку. Ну, эта база стояла очень долго, конечно. Все равно. До 50 лимита арчей талонов, такую базу у себя заграбастать. Это... Слушай, а сейчас мейн открылся, правильно ведь? Да. Мейн открылся, бараков нет, там только мунвейлы, которых можно очень быстро подчикать. Марксмэншип делается. Нормально, есть немножко этот момент, я думаю. Но лимита мало у лавлиета. Да. Было бы, в общем, сейчас было бы по-другому. Очень интересно. С пушками пойдет пропуск. Нет, видишь, настроил, посмотри сейчас. Группа звездного десанта. Ну, это не... Это не виверный, блин. Это не... Не знаю. Если было бы это виверный, это было бы очень плохо. Ну, хотя стоит, в принципе, сопоставимо, знаешь. Ну, если там грейд... Ну, да, там есть все грейды, посмотри, на АЧ есть все грейды. Угу. Ну, сейчас будет минус бас. О, сейчас минус мунвейлы будут. А там не стелепортироваться же. О-о-о-о. Сейчас Фогич половину базы просто сорвит. А может даже всю. Да, с залпа все убьет. Какой бейстрейд? Что он несет-то, я не пойму. Какой бейстрейд? Просто Фоги приходит, убивает мейн, а тот ничего не убивает ему. И Фоги занимает еще правый верх. Угу. Сыплай блок, алтарь. Это же все нужно еще восстанавливать по-хорошему, чтобы что-то делать. Да, и это много денег. Это очень много денег, когда у тебя апкип и одна база добывает. Ну, 25 минут игра идет. Да. Она может стать переломной. Нормальный бейстрейд. Я убиваю тебе базу, а ты смотришь, говорит Мех Паника. Да, такой странный трейд. Трейд оффер. Все, ну, значит, сейчас Фогичу просто довести до конца. У него все есть для того, чтобы... Тут даже... Вот как может вернуться Ловлия тут в игру? Бешеным Харасом? Никак? Никак. Реалистами, как говорится. Ну, а на фуге не ломануться лишнего. Если он просто будет бегать, отдавать юнитов гиппосом и все. Отдаст всем с лимита гиппосом и сам ничего не убьет, туда вернется. А так все. Не будем, как говорится. А, кстати, хочется отметить, что в этой игре у нас присутствовали почти все юниты, которые есть у эльфов. Не было только химер, фериков и... Фериков, хантов не было, химер не было. А хантов совсем не было? Много чего не было. Не стоит горячиться. Хантов не было, да. Хантов совсем не было. Поэтому такое. Ну, интересно еще нет, потому что они играли еще в Хитман Сок. Это все... Хитман интересный вообще такой игрок. Так. И вот его, как он будет против Хума, это очень цикл. Он в последнее время больше всех играет в Аграфт вместе взятых. Да? После хэппи. А где он играет? А? А где он играет? На каком сервере имеется в виду? Ну, это и чемпионс, по-моему, все играют. Оп, пошел лин под бараками. Да, это ГГ. Брж-брж-брж. Гостяк 6 лимитов у эльфа. Ё-моё, на 58. Талоны здесь вообще никого не убивают. Ну, вот что радует, что лавлиет не сдается и борется до конца. Да, проблемы в любом случае будут. Один конец найдешь. Ты на конец. Пошли бараки под бараками. Вот ряд, видишь, одна упала, вторая. Хорошо. Они быстро разваливаются от гипогрифа райдерам, конечно. Да, мы смотрим, что лавли это выгребает жнатно, конечно. Пятый. У нас тоже право, да? Упали, кстати. Одна осталась, две, три, четыре. Вот это шо имба, что нечем диспелить, а им шоу, это-то, конечно, минус, когда эльф на эльф поиграешь. Посмотри, лимит так как, да? Семьдесят на пятьдесят шесть. В это очень тяжело поверить просто. Было восемьдесят восемь или восемьдесят четыре. Наконец-то понял, что надо вырвать бревно. Но просто Демонханта выходит вперед и плюшек ему по уху. Где таунты? Где таунты? Четыре этих стоит, не таунтят. Ну, гиганты такие в этом и медленные. По-моему, у Барака даже быстрее атака, чем у гиганта. Ой, Дриады, конечно, это зря. Ну, радует, что в Фоге два Экспа, конечно. Да. Очень радует. Вот сейчас, если Демонханта неожиданно умрет, это бедося будет. Видишь, оп, одна Дриада, оп, вторая пошла. Они очень быстро умирают, да. Оп, третья. Есть, минус Гипос, отлично, отлично, отлично. Под Бараками, да, атака. О, минус Гигант, нет, заставал, хорош. Циклоны, Кнн, вообще. Там Дриады стоят с маны, и у гигантов. Есть еще стаф? Нет, минус МГ, кстати, у нас один стаф. Нет, минус МГ. Как же он сражается хорошо, у нас плюс 20 лимита, конечно, и экономика лучше, вряд ли произойдет. Нет, да, есть, оказывается, есть. Минус Гипос? Минус Гипос 46, 73, Travis, минус Дриада, веззюш. Отстроился, представляешь? По колодцам 46, 60. На 100 опыта больше. Тео, наконец-то Фоги полечил своего героя. И сейчас кто-то ливнет. Да. Бежать уже не будет. Наконец-то. Ай-я-яй. Красиво. Хорошо ставает. Карта такая. Непривычно карта выглядит. Посмотри на мини-мапу. Да. Желтое красное звено. Ты ж почему не знаешь предыстории, почему игроки берут желтый и красный цвет? Нет, расскажи. Потому что Соник берет желтый цвет. Ты знал эту историю или нет? И все поняли, что надо по-любому желтый брать. Один из цветов в игре. Чтобы было видно нормально. А чтобы было видно нормально? Тебя или противника? На всей мини-мапе. Глянь, как оно уж светится. Как солнышко с утра в окошко. Звенит нам. Да, хорошо. Проходит надо. Ну все. Фогги должен вырываться. Миша, ну поздравляю с тебя с одной каточкой. Ой, какое великодушевство. Ну поздравляю тебя с одной каточкой. Интонация что-то у тебя какая-то? Не чувствую я искренности в твоем поздравлении. Ну такое. А что бы ты хотел? Как ты бы хотел ее почувствовать? Ну, если уж не хочется поздравлять, не поздравляй. Не поздравляя? Да. Не хочется поздравлять, не поздравляя. Пошел в рейф. Гиганты. У Фогги грейды 2-3. Вообще огонь. Ну бараки, конечно, вытанковывают просто царски. Самый эффективный юнит, кстати, барак по соотношению цена-качества. Главкет вообще до конца. 88 на 48, он все живет. Да. Все равно борется. Оп, кипер четвертого, серьезно? Фогги остался без героя. 5-4, 5-3. Последний герой. 95 лимитов, Фогги номинируют. Капец. 95 против 44. 95 на 44. И Ла Лай все еще в игре. Он так душит. Это просто он высасывает силы на следующие 2-3 катки. Показывайте, поятие. Ничего не отдам так просто. Да, кстати, что есть, что есть. Ребят, сингл, он ли сингл. В Ла Кафт играют только мужчины, как говорится. Он ли сингл. Проиграл, вылетел, все. Второго шанса не будет ни у кого. Душит, душит. И Демон Хантер, здравствуйте. А он куда телепортировался? Лови, лови! Сейчас кто-то ливнет! Надежда, спасибо, спасибо, Фогги за надежду. Давай дальше дави его. Все, камбэк из рил. У него даже уши больше стали. Ты посмотри. Лови, я-то взялся немножко пока снял. Лолита напрягся, да. Каково это? Каково это проигрывать, а? У вас ждут еще игры Hitman, сок Пошли по туалетам Все по туалетам Я тоже пошел по туалетам Давай, давай, давай вместе Встретимся в туалете Нет, я бы не хотел встречаться в туалете Потому что это интимное место Тук-тук-тук-тук Да, я думаю, это будет много деталей Я думаю, что Рима Дима У нас будет несколько, абсолютно Мы будем трогать его У него немного аналисис И вот мы готовы Дисект, что произошло в этом гаме Это было странно Я думаю, что Лолайя У меня взялся Он пошел на фастэкспансию Это может не всегда работать Если он ускалит, он может быть Но это не, он был скалит И это было важно Эта экспо А вот это было, что Лолайя Но он пошел на фастэкспансию Он пошел на фастэкспансию Если он не падает Лолайя будет уничтожить Лолайя будет хорошая Мостово И мы будем смотреть И мы будем смотреть И мы будем смотреть Ага Я не знаю Но, что вы с вами Вы видите, что экспо Went вниз Эта экспо Эта экспо Продукт Эта экспо Это был крючил Потом Потом Это будет год Для Для Моута Ага Это counter против Талон. Это было немного времени для Ларлайджа, для Фауги, чтобы получить Муниджианс. Но когда он наконец-то получил их, он получил правильный counter против Талон. Главное причин, почему Талонцы трудно сделать, это, конечно, тоже не играет. Но, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот эти Муниджиансы. Это ответственность за победу, в последнее время. Фауги смогли победить, и тогда, конечно, смогли победить от этого. Как вы видите, Муниджиансы, или, конечно, Талонцы, вот здесь, вот здесь, вот здесь, Муниджиансы. Муниджиансы почти неудобно, Ларлай сделал его best с Циклоном, и, конечно, с Муниджиансы, и, конечно, с Муниджиансами, и, конечно, после этого, мы еще один ролик, где Ларлай, действительно, нет возможности, нет возможности. Майкеру покажите, что там, интересно. 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 Тайдхунтеры, наверное. Мы видели... О, я бы сказал, мы видели, нет ферри-драгонов. Понятно. Ну что, друзья, хорошего вам вечера, хорошего настроения, у нас столько качественного Варкрафта, напряженные игры, есть за кого поболеть, есть с кем пообщаться. Я надеюсь, вы вместе с нами тоже получаете эмоции разные самые, от просмотра, от комментирования. Да. Что там показывали? Это там клип не это самое, не проходил, там секунду стартовал, и все, ничего не сделать. Я себе бахнул чайку, нашел Эклера, и сейчас его с удовольствием заточу, чтобы сохранить, ну, как бы вместе с вами весело проводить время. Вкусно и интересно. Болеем за Фогича, он показал, что может. Никто не сомневался, но хотелось бы просто, чтобы он чаще это показывал. Вот. В эфире, соответственно, Михаил. И Соник. И Соник. И Соник. И Соник. Тебе слово, пожалуйста, расскажи что-нибудь. Я чувствую, что хочу домашних котлеток. Ты любишь котлетки? Тёплые, тёплые. Да, конечно, конечно. Котлетки у меня там появились, ребят. Надеюсь, вас кормят какие-то котлетки. Ты котлетками? Ничего не таблетки. Фурейн, здорово, старик. Тиран, тиран, как ты? Как это работает? Я не знаю, Миша, что там есть, ребят. Спасибо, что со мной. У меня тут тоже, посмотрю, немножко прибавилось. Пытаемся подпушивать Михаила и как будет это работать дальше. И мы не успели почитать вопрос выше, потому что началась игра. Счёт 2-1. Какой выбор они это сделают? Ну, как и было предрешено судьбой, что, я думаю, будет ещё пятая игра. И вопрос о повышениях мы скоро узнаем. Так, лавлиет, красный, фоги, жёлтый. Не, я не ем ничего. Всё-таки несколько тысяч людей смотрит, надо иметь терпение. У каждого воспитания этика, как говорится. Соник больше в уборной был. Я нормально там отлил 2 литра. Выдалил от себя водички. Идёт медведи просто так, по героям. Смотрим, смотрим, по героям. Ребят, очень. Demon Hunter. Угу. Угу. Демон на демон. Не знаю, что-то происходит. Но ребята перестали шутить жрица и луны. И счёт по героям берётся. 2-1. 2-1. 2-1. Смотрим. Очень серьёзно настроенные ребята. Ну, будут ли какие-то тут интересные подпуши или нет. Тяжело сказать. У лавли это очень поздний виз. По фоге они немножко разный. О, ранний. Ранний, да. Тут очень важно, что по артефактам и кто как пропушит. Ну, карта очень лейтовая. Постоянный пуш. Постоянные баталии очень близко. Очень близко даётся. Просто колоссально даётся. А здесь в патмуне играют? Да я не знаю. Конечно играют. Они не спешат об этом показывать. Угу. Очень странно сейчас. Усиление. Так, у лавли это когти, к сожалению. А у нас перчатки. Ну, не такая большая разница. Но... Но окей. Окей, окей, окей. Да, в чатике отдельный всем привет. Я вижу там комментарии, вопросы. Не на всё удаётся среагировать. Но помните, что мы... Мы рядом. Болеем за Андрея. Конечно же. Все. Даже Соник болеет за Андрея. Несмотря на то, что это боление может ему встать в 15 000. Бубликов. Бубликов. Потому что, конечно, мне ещё надеяться. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, что за артефакты? Он сейчас, если купит цирклетку, такая мба будет. Он бежит за ней. Он бежит за ней. Господи. Он сейчас купит цирклетку, и это конец будет, если он додумается. Если сейчас Лавли, он купит цирклетку, и это конец. Фоги не сможет отбиться. По-моему, он что-то знает. Фоги купит цирклетку. Хочет еще экспо немножко и предмет взять. Это ужас. Ну, это хоть не выпалил, хоть носок не выпал. Выпал бы носок, ужас бы был вообще. Сейчас вот Фоги надо взять цирклетку, он это сделает. Но тут теперь момент то, что он добавил 175 голды потратил, знаешь, неприятно однако. Лавлиет, походу, возьмет быстрее третий левел, чем Фоги. Ну, это будет около рядом. Все равно будет все рядом. Проходит. Будет что? Носок! Мандия тоже. Ну, такое. А 175 голды, как говорится, в банке у Лавлиета остались. Видишь, он бежит и сейчас начинает. Вот сейчас Фоги. Разведка. Что, что, куда они бегут арчи? Ооо, ага, ага. Он еще решает эту точку контейт. Нет. Что происходит? Фоги Данин. Фоги Бестейз возьмет. Увидел Лавлиет. Центр пуст. Такая бессмысленная точка это крепить. Забивает, не идет пушить, понимает. Видишь, очень много еще черепахи тебе демок дают. А тут имбаш у тебя ЛС накидывает, покинь, ты с половиной хп практически все набиваешь. Просто. Еще... Ой, три иллюзии! Три иллюзии! То, что будешь делать. А, вот ты потерял все хп, блин. Обидочка небольшая. Ах, он хитрый парень, да? Расскажи, что было. Я тут КТ вынужден был выкидывать левого, который мяукал, мяукал постоянно. Получается, Фоги взял центр, но он покопил все колодцы. А Лавлиет схитрил, взял с ЛСК и у него все как бы тип-ток. А-а. Тик-ток у него. Еще иллюзии остались, смотри. Но... Так, я чувствую, пора повышать давление. Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Заставил, да. Начал выпить. Начал атаку. Фоги не показывает, что там есть, но он почувствовал. Да, это почитается все. Всего две арчи. Очень иллюзия сейчас заведет, стоит. Вот атака! Должен. Вышел, понял. Выкупил. Бьет. Вырывается. Ой, начало хорошее, начало хорошее. Ди арчи! Давай, давай, давай! Лай! Все, моноберна нет. Моноберна нет, хороший размен по хп. Ой, хорош. Надо это специально сделать, походу. Нет, застрял! Так, что-то делает, что-то тупит. Ага. За предметом сейчас побежит на маркетплейс справа. Сейчас что-то сделает. Да, нога пошла, нога пошла. Идет демонхантер, немножко проход, что-то думает Лавлиет. Колодцы, колодцы. Очень-очень важно меня дать. Фоги очень важно забрать! Да, поинт! 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 Поджим, поджим от Лавлиета! Скролла взбит! О май гад! Говно артефакт! Да... Ты что, потерял поинтов много просто. Продай хотя бы, плюс медведь, плюс лимит будет. Забивает болт, качает сразу свою обсерваторию. Вытянул две иллюзии в никуда. Они могли сделать игру. Он их просто потратил в пустоту. По личному моему мнению. Не, я абсолютно согласен. Потому что медведи на медведя, 50 лимит на 50 лимит, и там две мишки могут порешать. Потому что две тысячи оп... Грубо говоря, две тысячи поинтов дают. Это очень важно. Отдает, в принципе, а надо уже брать низ. При фоге сейчас будет качать. То же самое. Собимаск выпадает. Как вы, Михаил, думаете про этот артефакт? Здесь не очень. Ну, для Наги, в принципе, да. Нам нужен протекшн. Ой, в смысле, нам нужна паладиновская аура. Либо вампировская, либо... Ну, это не обсуждается, как бы, вампирик. Ну, Нага. Да, Нага возьмет второго фоги. Подпушивает сзади, посмотри. Давай вампирик, давай вампирик, вампирик дай, вампирик дай. Видишь, что здесь? Да, выпало. Ну, Михаил, то, что вы заказывали. Хорошо. Ну, надо было заказывать вампирик, но это все равно гораздо лучше, чем с Оби Маской. Единицы армора всем. Это половина грейда, это 6% к силе. Всего причем. И к Димкиной силе, и к силе Наги, Арчи и будущих медведей. Да, очень мощный. Это артефакт, никто не спорит. Это, грубо говоря, один грейд на всех, который дается, и вы становитесь бронелобым. Транспортером из Варкрафта, что может ищить вас в дальнейшем. 3-2 проходишь. 3-2 проходишь. 3-2 проходишь. Без медведя еще взять дирижабли и полететь, как думаешь, нет? Ну, показывает слева и справа. Что показывает слева и справа? Свиток, свиток есть или нет? Дирижабли, я говорю, брать стоит сейчас Фогичу или нет? Сейчас нет. Угу. Он взял еще одну иллюзию, Михаил, представляешь? 7.50 с утра взял. Оп, битва. Давай. Дриада. Смотрим, я тоже не отвлекаюсь. Опасный момент, Дима битый, Нага уходит. Нет. Дриад. Кот. Хорошо. Хорошо. Момент. Телекорды у Лалайта. Хорошо. И минус Дриаду еще сделай. И спас свою. Ты видел свою. Спас. Оооо. Ты видел? Да. Была потеря ТП от Лавлиета и Симпл Димпл Дриады очень важной. Просто. Угу. Фогич собрался, собрался. 2-2 попахивает. 2-2, Михаил. Ну, пока только так. Легкий запах пошел. Легкий запах. Я не уверен, что это именно то. Так. 2-2. Будет пятое, думаю, ребят. Пятое. ТП была потеряна. Дриада. Триада. 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 Как у нас ситуация фокуса Фогичевские Дриады. Пришел по потере телепорта и свои Дриады. Это же невероятно. Да. Но теперь у Фоги можно воспользоваться имеющимся ТП. Не знаю, что он будет делать. Развод. Развод. Медведи. Дроп. Ему можно сейчас возвращаться как-то. Пойти купить минера и взорвать ему несколько колодцев и уйти. Но вот этот шоанкрипик начал за базой. Ну, не знаю, актуален он или нет. Потому что Лавлиет забрал низ один. Ему выпала лайнвулка на 15. И он сейчас будет брать ауу вампиризма. Возможно. Должен пользоваться Фоги присутствием ТП. Но Лавлиет схитрил. Он увидел, что Фоги в центре. Срочно собирается убить главного моба и бежать обратно на базу. Уже пора. Циклон выпал. Ну, не знаю. Минус 2 юнита. Страшная тема. Фоги думает. Фоги идет в атаку с Миньором. Там Миньор был, да? Видел? А, да. Так и берет. Сыплай блок. Блин, он слишком близко находится, к сожалению, к нашей базе. 3-9. У него еще... Фоги идет Миньор, я думаю. Увидел и уходит. Одно диспелл. Где Беорн это вовремя? Почему подкинет? Может Миньора подкинет, понимаешь? Не подкинет. Увидел Виспом. Виспом увидел. Полечился. Опасно. Фоги вот тут. Срисковал, конечно. Миньором этим. Но надо с ним что-то думать теперь. Думает. Думает. Обходит. А этот увидел, что там Миньор. В принципе, одного Миньора тупо сливать. Значит, если Дериад пойдет поверх, он должен был понять, что там Миньор где-то бегает. Угу. А Фоги потратил золотой лимит, как говорится, золотой фонд. Но он закупается по максимальному свитой. Увидел Дериаду, как я сказал. Послал по верху, поймал Миньора. Может, Стаффитчиком его спасти? Как думаешь? Думаю, да. Конечно. Ты что? 245 голды. 225, кажется. Но все равно дорого. Все равно. Больше 200. Это очень важно. У Риджуф на Миньора. Как же его распирает просто от хп. Да. Блин, у него там 100 здоровья, ему 400 восстанавливают. Он такой... Я зверь, я медведь. Страшная тема. Тут два циклона есть. Слушай, это же тема. Ты берешь на Миньора, кидаешь Риджуф, он бежит вперед и все взрывает. Его ж хрен убьешь. Ну, можно ЭЛСкой убить. Просто на ней и все. Хотя бы, если она ЭЛСка второго левела, она, по-моему, в зал попадает. У него просто падает. Есть Риджуф или нету, это уже не важно. К сожалению. Лучше крепится Ла Лайт. Вот он рывками крепится лучше. Да, и вещь стоит, а Фогги пытается тискаться. Тискаться сиси. Ну, ему красный бы быстро. Дроп взял. Летит. Так. Этот видит. Нет, это же не видит. Там же видится. Летит. И сейчас можно Дриад вынимает сам. Ой-ой-ой-ой-ой. Тых-тых-тых-тых. Выбивает. 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 Сейчас еще собьет. У-май-гады был. Свита. Ну, с Таффой, Фогги, да. С Таффой. Без риска. ШАВЭ! Собрался. Собрался. Кто? Михаил, соберитесь. Это вам. Все. Ой-ой-ой. Циклон, опасный момент. Могут сейчас по... Таффа нету. Таффа нету. Да, понимает. Делает тп. Вот видишь? Один циклон, представь. Голда 350. Угу. Круто. Я думаю, что сейчас поставит нычку Лавлиет в углу. Он слишком много времени тискается. У него и деньги есть на руках. Когда много с них, кто-то намнет тебе бок. Всегда тренер говорил у нас по боксу. Пока ты мнешь сиси, кто-то намнет тебе бок. Очень много, ребята. Очень много. Видите? Миньор, говорят, помер. Попытка реализовать миньора отыграла злую шутку. Если бы Лавлиет еще это понял, он бы еще поставил базу внизу давно. Дук-дук-дук. Немножко затаили дыхание. Дук-дук-дук. И мониторит дроп, смотри. И все, сейчас есть. Он видит прямо сразу. Он сейчас его поймает где-то. Я увидел Риаду. Он зачем-то полетел. Он выкупил ТП. ТП не покупает. Купил, купил. Да. Искованный момент. Но все заставляет его вернуться. Ой-ой-ой-ой-ой. Но там телепорт есть, да? Куда ты? Куда ты? Что ты? Ай. Ну ставь, сделай. Сбил дроп. Форкет. Берн. Циклон. О-о-о-о-о. Хотя Димка там битый, а? Инвул 15 секунд и пошел. Есть ужасная позиция. Он не может прорваться до АЧ. Я тут ворвался в Нагу, к сожалению. Тут дроп. Да. Мидус медведь. Окей. У Наги из ТП это не может не радовать. А то ты можешь дроп есть. Медведи биты. Дирижабры. Раз, раз и все. А что Димку? Димку не убьем. Что? Вообще давление 43. Такое давление дропа. Хороший микроконтроль, да? Да. Еще и спасах чупаки. Пипецки. Ну вот он. Дроп золотой судьбы, как говорится. Инвулка не спасла. Но Фогги не заюзал ТП. По грейдам 2-1 у Лавлиета и до 1-1 у Фогги. И Тиран пишет, что он хорош. Неизвестно кто. Но если вы хороший, значит вы хороший. Каура, конечно, решает от Михаила на 1-5 брони, само собой, ребята, это дополнительный грейд на броню, грубо говоря. Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят на пятьдесят дерутся, ребята. Мотали. Ну первым делай Бёрн, ты его видишь. Ну зачем же, что он тупит так невнимательно смотрит? Не знаю, выскажешь ему это когда-то в интервью. Что ты не одобряешь, что Бёрн был не первым. уже в который раз? в который раз? свиток лечения у нас есть, но и лезть на АОФ это не самый разумный да, это не очень идея. причем много, две иллюзии еще, две иллюзии. Фоки может наступить, может в магазине там появились иллюзии он теряется, давление испытывает, видишь? выходит из лимита лолита. пошел да, показал. там еще 5080, а у нас мануэлов на 50 ну и поэтому про... там, 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 есть да, иллюзии, это должны быть. Фоки, что ты купишь? иллюзии, там, думаю, должны быть. да, иллюзии, купил. комментаторы, как говорится, вам об этих не знают, не скажут, потому что об этом вам может сказать либо я, либо Михаил и три иллюзии против двух уже баланс, но преимущество все равно плюс одна, это все-таки три, это практически тысяча, тысяча поинтов надо нанести по иллюзиям, ребят стоят ждут 61, лавлиет начинает выходить с масса, а в ходе что-то, если так подумать, нету голды ну, он не выходит с лимита и не показывает, что он по базе, он закупается на максимальном, это может быть величайшей ошибкой, потому что закуп есть, лимита нету я. понимаете в чем фишка? закуп есть, лимита нету и вот вы сейчас увидите, что важный закуп или лимит все-таки грейд у лавлиета 3-1, у фогги 2-2, но у него есть броня лавлиет ведет куда-то виспо ооо, а это что такое, это нагад с двумя виспами? гол отчаянной надежды сейчас будет, по-моему я не знаю, что там происходит он за свитком типа идет, но зачем виспов брать с собой? фогги просто качается хотя бы, бегает фогги грамотно сделал, у него был 3-2 против 4-2, и он по крайней мере действительно подконтролил, взял две зеленые точки, Димку с третьего на четвертый прокрепил и пошел, надо выходить за лимит, фогги чуть чувствовать выходит, походу, в бой полечил, ага увидел, увидел шредера, хотя шредер не сигнал, конечно борьба а где лимита? нет, он там больше, что-то у лавлиет, а нету лимита особо да, у него как будто где-то люди стоят а вот он, видишь, высадился аааа видел, высадился десант не понял, что там высадилось да, фогги должен выходить, он выходит из лимита, пытается спасти ё-моё там медведи 73 на 54 73 лимита, охренеть можно у него до заказа 12-3 медведя но... грейд 3-2 а у него тоже 3-2 да, там тоже уже просто не успеет сейчас тут пробуду и видишь два колодца три колодца четыре колодца ну не знаю ну делай бёрн первым, ну ты достал уже, блин да, 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 59-73 о, это мисклик? ты что? это мисклик был сейчас, что все медведи в форму из формы выскочили? да, да, бывает такое нервы какие колоссальные иллюзии закончились, правда опять ещё один монобёрн про... ну так, решил спасти Хантерского зачем мне? 73 на 63 73 на 63 у нас меньше, но... как он откачивает? ты видишь, как фогги откачивает? под барак прям заманивает да, конечно все пользуются позицией в Уфу и свиток есть и байоня у него да, это важно да, это важно как он держится вообще? сейчас опасный момент то, что лавлет может просто две точки на халявы забрать это очень неприятно может быть а это и может решить игру 77-61 миск за свитком побежал, думаешь, ещё одним или что? да, я не знаю, глупая затея бежать сейчас за свитком потому что надо лимит у парня на 15 лимита больше на трёх или четырёх медведей грубо говоря не подходят, видишь? форкет хороший, но на медведей больше димка, димка, димка подставляется димка подставляется димка подставляется чуть-чуть сейчас полетел и... а где у нас там? а больше нет, да? а там есть дрядка 62-80 лол свиток лечение пора юзать уже свиток лечение пора юзать очень круто контролировать свиток, свиток, свиток медведя потеряешь с одного второго а уже свиток юзнул юзнул уже 70 на 66 невероятные дропы просто очень интересная игра там такие медведи красные какие дропы просто смотри на это может вражеского димка убить может вражеского димка убить димка, 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 димка блин мне сейчас нагу просто откатят димка, 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 димка ну прыгай в дирижабль чё ты там делаешь и в дроп фу, серьёзно сейчас это миллиметральный как он расконтролил? там было минус 3 медведя у него где-то а, засечёт свитка скорее всего если купит капец там полный на 206 купит свиток да там такой контроль был да? да ну ты так тоже периодически можешь, да? если прям так соберёшься иногда могу если без таблеток в смысле ну в здравом уме и трезвом с объятием я понял если без зонда, да? без этого без чего иногда не слышать без зонда зонда без зонда, да без зонда так ну ты видел недавно я выиграл сока 2.1 на нормальном пинге красава они не видят, сожли на их столкапе в понедельник красава просто спасибо, хоть кто-то мне иногда только хвалит у тебя жена для этого есть жена для этого есть я свою попросил, она меня периодически хвалит ну так, я прошу она хвалит надо просить жену, чтоб хвалила периодически конечно я ещё надо это делать неискренне но есть другие жены Я свою постил, а она не искренне это делает, мне не нравится больше такое Надо еще искренне научиться, чтобы хвалила это искусство Твоя искренне это делает или не искренне? Да, она все искренне делает Хвалит Да Ты молодец, она умеет у тебя Demon Hunter на лом, 72-61 Свитка у Фоги теперь, к сожалению, нет Как же тяжело, Фоги что здесь? Опа, вот это момент, тебе не кажется, что это момент? Сейчас узнаем Персоналка есть, персоналки нет Пока нет момента, дело в том, что И телепорт у Лавлиета есть, а у Фоги нету Да Поэтому мне кажется, что это момент Но он летит все равно отчаянно Вот вы узнали, о чем я говорил, что решает лимит или закуп, ребят? И тут тоже дроп, но у Фогича будет быстрее дроп Но нужно срочно брать персоналку и этот, и телепорт Гоу Он штавнул, это было неожиданно даже для меня Ой, господи, что происходит? Так Так Персоналка пошла Треть хитов, не успевает, телепорт Минус медведь Минус медведь ТП Минус 2 медведя Сука Что ж ты будешь делать? Блин Задумка красивая Но реакция просто великолепная была Ты видел, как он? Очень круто сделал Мы не... Я лично этот момент, что он ставнет дроп Не мог предсказать серьезно А нагу оставит в углу вообще То, что он 90% игры просчитывал, в принципе Но вот этот момент, не знаю Очень был неожиданный даже для меня То бишь он не потерял секунды на телепорте Это очень важно И просто заставил А нагу оставил на базе И все, убил двух медведей А заставил делать телепорт еще Супер Просто жесть Ну, что тут, серия без халявы какой-либо Просто четко видно, что заслужено Представляешь, летит Миш Да, ну а что, у него телепорт есть, он может лететь Ну да Что ж будет делать? Что ж будет делать Фоги? У него стафа нету Ну, на базу Телепорта нету А где база? А база закончилась Бейстрейт Нужно делать видео Так базы все закончились И приставь, никак не выиграет 78-52 Вот мы узнали, что важно Лимит или закуп Да, сделать все с ТП Как же, ну лалайя тут хорошенько Ну, это будет все с ТП, наверное, все-таки Да Да-да-да-да Да-да-да-да-да-да-да Да, ребят, к сожалению, кто-то выигрывает Кто-то проигрывает Телепорт идет Он побеждает дружба Где ТП? Да, вот, вообще, как же красиво Лалайт здесь отыгрывает Тух! Гага Да Ну, жалко, конечно, что Фогич Ну, он мог, но Лалайт вообще достойно отыгрался и фишки, и чувствовал игру, и... Да. Было круто. Что там, остается сок Хитман? Да, да, сок Хитман. Как говорится, пишут в чатике, изи, легкий отыгрыш. Да, я поздравляю тебя с 15-юк. Тебе их на счет так же начислить, как в прошлый раз по самим, да? Да, ну просто закину. Хорошо. Ну так что, мы оставляемся?